Девушки отдыхают 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 на рынок. Удачи всем! Александр Лукичев, я думаю, что мы тоже будем слышать от себя приветственное слово. Всем еще раз привет! Ребята, я вам всем желаю искренней удачи. Я вчера успел познакомиться практически с каждым из вас, подходил, смотрел. Я бы со своей стороны, как представитель, в том числе и фонда, хотел бы пожелать вам при подготовке проектов не только выполнять свой личный челлендж, потому что за два дня сделать действительно классный прототип. Знайте свою потенциальную аудиторию, знайте свой рынок сбыта, понимайте то, как ваш проект может монетизироваться, как он может продаваться и как сделать его максимально инвестиционно привлекательным. Я вам желаю удачи перед началом вашей презентации, задумайтесь о том, как правильно донести, как правильно сказать, как сделать так, чтобы ваш проект был самым лучшим. Спасибо! Отлично! Спасибо, двигаемся! А теперь я представлю... Представлю... Представлю наше жюри. Значит, у нас пора такой оценки, у вас листочки жюри, дорогие. Три пункта команды продукт рынок, оценивайте в пятибалльной шкале, оценивайте по совести. Я сейчас представлю наше жюри. Значит, я быстренько пробегусь. Так, кто у нас тут? Ёр привет! Ёр Снимкин, поприветствуйте! Это победа России, это жюри и так далее. Следующий из ПРИ Олег, где ты? Привет! Олег Аковов, трейлер ПРИ. Карнафлова из Эдуарда Дамьян есть? Нет? А, он будет путевать. Он не хотел? Ну, окей. Он будет лисерировать проект и может выслевать. Так, Кирилл Исаевец, Футурика, фонд Футурика. Так, ну, Леонидимц, приветствую, инвестор. А также я, я люблю это сделать. Так, пивораз ваших маза, это школа фигмоделирования, школа фигмоделирования. И также еще и инвестор. Так, кто у нас тут? Елена Привалова. Привет, Леонид Иссал. И большая сотня инвесторов готовы инвестировать, пожалуйста. Денис Куричко нет у нас сегодня. Даша Воронова, Апдейт 360. Познающая опытом, вчера она была здесь на площадке, рассказывала ребятам, как делать презентации. Посмотрим, что из этого получилось. Роман Павловский, управляющий партнер OtherKind Games. Константин Кичинский, да, евангелист Microsoft. Александр Лутичев, директор по информационным технологиям Beatech. Здесь? Здесь. Юлия Смирнова, ильтра 3D, биом-солюшн, как правильно представить? Билый, российский. Да. В общем, сегодня есть несколько брайков обо-ангестинских, посмотришь и оценишь. Евгений Горшков, Фенгелис Дэл. Сергей Борисов, X4, есть здесь? Нет, не ушел. Окей, Михаил Копелленский, мехмат ИГУ. И, безумно у нас, Тимофей Галалин. Представители Мегаплана, значит, у нас Дмитрий Харитонов и Антон Рудцов. Отличный неправильный фамилия назвал, да? Сидим, Сидим. Ребят, в общем, история такая. Мы по 3 минуты даем на выступление и 2 минуты на вопросы. Ребята, которые сейчас выступают, за ними следующие сразу же готовятся. У вас есть примерно 5 минут, чтобы подготовиться к презентации и начать это представлять. А теперь немножечко о проекте. Значит, теперь у вас есть реальная возможность дома начать готовить коктейли. Как это произойдет, вам расскажет проект Симулятор Бармана. Научиться, как я видел. 3 минуты. Сюда на связь. Симулятор Бармана. Меня зовут Александр Владышко, компания Logic Editor. Я сегодня расскажу вам про наш новый проект. Это Симулятор Бармана. Пардон? Представьте, что вы, это проект для HTC Vive, представьте, что вы надеваете шлем и становитесь барменом в атмосферном ирландском пабе. К вам приходят клиенты или клиентки и заказывают, вы должны их обслужить вовремя, быстро и по рецепту. Либо, если заказывают пиво, значит, вы должны цедить, 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 пока цены и ждут и успеют все вовремя. Мы закладываем себе реалистичные рецепты коктейлей на ингредиенты, которые есть в настоящих коктейлях. И это игра в жалко для тайм-менеджмент. Был, как визуально, дашь, раньше, если не сходу, других таких выборов. Мы делаем упор на реалистичность процесса, в первую очередь, алгоритма составления коктейля, чтобы человек мог запомнить, какой он, чтобы он мог, сняв шлем, этот коктейль собрать. В этом есть некоторая польза от самого проекта вне игры. При этом на первом шаге мы рассеиваем эту реалистичность. Дальше мы можем идти дальше и делать, например, реалистичное смешивание, реалистичное визуализацию смешивания жидкости, например, реалистичное портирование бутылок. Есть некоторые проблемы с этим на базовом уровне, но проект у нас на реальной модели, это значит игрок в один раз. Мы рассчитываем, что при этом у нас дополнительное средство анонтизации это продукт плейсмент от ковривной компанией, в этом есть некоторые риски, потому что реклама алкоголя, с другой стороны, мы считаем, что это тема востребованная, потому что алкогольной компании не особо есть где рекламироваться. Если нам получится сделать атмосферный проект достаточно реалистичный, достаточно популярный, они придут или мы их приведем. При этом на самом деле пардон это все, давайте я вам покажу. 30 секунд прошу прощения. Сейчас я его возьму. Я ни разу еще не говорил микрофон в виртуальной реальности. Оп. Ни разу не говорил микрофон в виртуальной реальности. Мы закопались, честно говоря, на этом хакатоне в... 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 видно, нет? нет? О, видно? Не видно? Увы. Увы и ах. Ну, если кто-то хочет посмотреть, на это можно посмотреть? Мы закопались... вот там видно, кстати, на твоем компьютере это видно все прекрасно. Ну, но это видно только тебе. А я буду рекоментировать, там какие-то горы, там что-то, там шарики. Ребят, тут что-то есть, происходит, поверьте. Хорошо. Значит... мы закопались в моделировании жидкости, на самом деле, чего не стоило делать. Но вот у нас есть клиент, мы ему можем отдать бутылку пива, которую он заказал. Ну, и если у нас будет сэндбокс-режим, мы можем в него этой бутылкой пива просто покидаться немножко. Вот. На этом этапе это все. Спасибо. Будем развиваться дальше. Спасибо. Так, вопросы? Да, Лена? Расскажите коротко о тренде команды и ваших компетенциях. Как можно было видеть или не видеть подемки? У вас просто очень нехороший скол и хорошие железы неинтересные. Как можно было видеть железоместные на самом деле. Как можно было видеть подемки? У нас нет сейчас для художника на этом проекте. У нас есть хороший доступ к художникам на аутсорсе, но пока бюджетов нет. Вот. У нас есть программист, есть менеджер в моем лице. Вообще говоря, это такое R&D направление от нашей компании, которая занимается довольно давно. Ответу в рот измогу. Еще вопросы есть? Спасибо. Вопросов пока нет. Спасибо тебе большое. Первый участник прошел. и двигаемся дальше. Что мы знаем о лесных пожарах? А что мы знаем о лесных пожарах? Что они убивают деревья, гибнут люди. Вот ребята как-то эту проблему решают. Мы сейчас узнаем как. Лесные пожары здесь? Да, да, да. Буквально секундочку. Буквально секундочку. За это время уже часть гектара леса сгорела. Поэтому, ребята, тут нехорошо. И, кстати говоря, меньше слов, больше показывать тогда. Три минуты у вас. Спасибо. Так, добрый, добрый день. Меня зовут Арсений Венчаров. Я представляю команду Reality Shift. И сегодня я хотел бы рассказать о ситуационных центрах. Итак, начнем с вопроса. Слышал ли кто-нибудь из вас о ситуационном центре? Да. Слышали? Ну, тогда вы, наверное, знаете, что эта структура очень важна. Но также ее очень сложно обслуживать. И сейчас мы говорим о таких недостатках физического центра, как необходимость коммунального обеспечения, потребность в штате обеспечивающего персонала и высокие затраты на оборудование и содержание. Следующий слайд. Наш проект представляет возможность реализации ситуационного центра в виртуальной реальности. В случае чрезвычайного происшествия критическим показателем времени принятия решения может складываться из этих параметров, как доставка лица, принимающего решения, в ситуационный центр, время организации сеанса связи и количество информации, которое необходимо обработать для принятия решения. Исходя из этого, мы плавно подходим к тому, что в идеале совершать все эти действия можно удаленно, не прибегая к большому количеству технических устройств. Именно в этот момент на помощь может прийти практически любой смартфон и шлем виртуальной реальности. Какой бы большой ни был экран вашего телефона, мы все равно будем очень ограничены в пространстве для размещения информации. Но на них очень не вставить в свой смартфон, вы моментально можете попасть в комнату, полностью имитирующую информационный центр. Следующий слайд. Мы хотели показать работу нашего центра на примере частного случая, случая пожара. Слово пожара в отдельном районе. Вы видите свое облачение в виртуальном пространстве, когда входите в приложение, когда вам приходит уведомление о том, что вам вы срочно нужны для принятия решения. Продолжим. Следующий слайд. Основной задачей рабочего центра является представление структурированной информации в удобном для сотрудников виде. И представление таких видов информации, как картографических, фактографических и документальных данных. Следующий слайд. Вернемся к нашему чрезвычайному положению. На этом этапе мы получаем данные о регионе, такие как температура, погода, влажность, давление в этом регионе на момент ЧП. С камеры вертолета мы получаем картину сместных забыток или же используем технологию Leap Motion. Мы управляем движение дрона, выполняя ту же функцию, то есть обследование ситуации в районе. И на карте мы видим графики, выделяемый регион и как раз таки регион, в котором ушел пожар. Следующий слайд. На основе полученных данных происходит анализ ситуации. Этот процесс проходит такие этапы, как мониторинг, цели полагания и варианты решения и ранжирования, то есть целый спектр задач. Следующий слайд. Последним этапом разработки является факт принятия решения. Самый важный основополагающий именно работ является групповое взаимодействие на этом этапе. Вернемся к нашей чрезвычайной ситуации. В проекте реализована процедура сценария или другими словами способ, который позволяет реализовывать автоматизацию принятия решений. Все это возможно благодаря тому, что для многих предсекундных ситуаций можно заранее продумать последовательность конкретных салудий. Таким образом, оно позволяет в кратчайший срок принять важное решение. Мы получаем возможность работать с очень большим объемом данных со смартфоном. Также приложение будет доступно на трех основных платформах и его возможно запустить практически на любом современном смартфоне. Соответственно, затраты на дополнительное оборудование минимальны. В дальнейшем мы хотим перейти от уже известной концепции виртуального физического ситуационного центра и развиваться виртуальной ременности. Молодец! А вам показывать, что это будет или нет? На самом деле, мы могли бы показать, мы просто не можем строить трансляцию. У нас есть готовое предложение на Android, но оно в очках. Я не знаю, у нас есть трансляция? Давайте видим, пожалуйста, сдадим и потушим. Проблема в том, что у нас идет связь с интернетом. Мы передаем данные ремоушена и его координатные руки в пространстве и обмениваемся данными, всеми данными, которые у нас есть в проекте, тоже с помощью сервера. То есть мы передаем параметрия. Существует также поддержка мотивуэр. Есть все-таки, да? Мы покажем некоторым из-за тех, кто захочет, конечно же, могут подробно. Вопрос, да? У вас вся презентация про красивую идею, что из этого сделано? Вы можете управлять дроном, пока что это симуляция, то есть вы в будущем сможете действительно с физическим объектом управлять на расстоянии и обмануть ситуацию в районе. Все данные, которые выходят на один из экранов, такие как скорость ветра, влажность и так далее и тому подобное, которые приходят к нам с датчиком, являются частью математической модели в теории принятия решения. Ну, это вот дальше, если в математику идти, мы во время анализа данных и принятия решения, мы используем их для выбора более оптимальных критериев для решения, для принятия решения. Как вы видели на одном слайде, там была блок-схема. Эта блок-схема частично автоматизирована. Каждый из этих блоков может быть выбран вами и другими участниками конференции. В итоге вы выберете очень долго отвечать. все-таки у вас был ли опыт работы в стационном центре у кого-либо из команды? Нет. Не у кого-либо. Откуда вы все представили, как там все происходит? Из книги. У нас, к сожалению, нет источников информации, но... Какие еще есть ваши клиенты кроме стационного центра? Пока что никаких, потому что это наши первые наработки виртуальной реальности и... Пока что не было людей, с которыми можно поговорить с виртуальной реальностью. У меня тоже вопрос. Скажите, зачем здесь виртуальная реальность? Почему здесь делать видеть даже порт? Виртуальная реальность здесь для того. Как я сказал в самом конце, мы хотим сначала предоставить людям, которые уже работали в инфекционных центрах, конечно же используя наш функционал, те же самые условия, которые они испытывают в физическом центре. Потом мы хотим переходить уже на то, что предлагает нам виртуальная реальность. То есть работа с такими объектами, которые невозможны в реальном мире. Например, объемными фигурами, которые просто невозможно представить четырехмерными. Также основная идея нашего проекта является то, что этот информационный центр всегда у вас под рукой, то есть в кармане, на вашем телефоне. Где бы вы ни находились, вы можете включить, зайти в это приложение и работать в таких же информационному банку и трейдер, во-первых, дистрирую производительность, насколько высока производительность. И как долго можно сидеть в этом шлеме, в этом ситуационном центре, и как быстро можно принимать какие-то решения, то есть руками нажимать вопрос. Автоматизация работы с ампинистик трейдеру, у него 12 мониторов может быть одновременно выводиться, если вместо 12 мониторов, где у него графики, квадировки компаний и новости, он просто сидит в этом шлеме, объявит всю ту же информацию и моментально переводит движение. Насколько быстро это работает и насколько долго можно сидеть в этой системе. Сейчас мы сначала скажем, что из-за графической части, из-за того, что мы не успели оптимизировать максимально наше приложение, количество кадров не очень большое, всего это где-то 40 максимум, то есть из-за того, что графика. А так автоматизация да, она есть, присутствует. То есть есть интерактивные объекты, которые будут привлекать ваше внимание во время работы. То есть все графики, они будут не просто висеть в воздухе и вы будете сами искать информацию о них, они будут подстраиваться под задачей, которую решать не будем в данный момент. Отлично, отлично, вопрос ответил. Спасибо тебе большое. Жюль оценит тебя по достоинству и если какие-то будущие вопросы, можете пообщаться. Спасибо большое. Аплодисменты. Кто-нибудь знает игру такую Blue Print? Я вот ее не знаю. В общем, ребята каким-то образом умудрились посмотреть на эту игру другими глазами, другим ракурсом, что ли, так называемым. И как это происходит, я сейчас расскажу. Приглашаю на сцену. У вас есть три минуты. Здравствуйте. Меня зовут Данил. Я представляю команду How It Looks Like. Собственно, это немного неверное представление, что мы переделали игру Blue Print, потому что это немного другая игра. Собственно, есть презентация? Здорово. Так вот, мы подумали, что необходимо сделать игру под мобильную платформу, но чтобы она была классной, но как это сделать, используя жалкие возможности нынешнего мобильного VR, но подумайте, Gear VR, что там вот этот контроллер в четыре собственной стороны слайда и то, что фиксирует углы поворота. Ну и мы собственно задействовали весь этот функционал, подумали, что можно сделать трехмерное некое пространство, в котором будут раздешены кусочки объекта, и посмотрев на них под правильным углом, мы получили проекцию этого объекта собственно на наш экран. Ну вот как здесь, как вы видите, вот у нас есть некие кусочки объекта, мы можем примерно представить, что это корабль, потому что кусочков не так много. и вот мы пытаемся на них посмотреть. Это концерт видео, то есть игра выглядит не так. Собственно, это был концерт. Собственно, перспектива нашей игры достаточно большая, потому что механику можно модернизировать различными методами, мы можем делать некие большие объекты, которые нам будут мешать играть, чтобы они сгибились и все прочее. И одной из перспектив такой игры является как у многих логических аркад, проявляет видение сюжета, который представляет в каком лучшем свете. И мы подумали, что это не поздно был бы сюжет, а завязать на механике, то есть посмотреть на что-то на другую взгляду. То есть у нас есть человек, у которого есть что-то негативное и мы иницируем другую ситуацию, чтобы на это посмотрел с другой стороны и то, получилось позитивно. это один из вариантов собственно спрейлэйна, так называемого. Собственно мы помещаем, ну то есть мы эту историю реализуем через просто текст и картинки. До того, как мы собрали условно этот объект, в уровне у нас есть негативная картинка с негативным текстом, с негативным текстом, и после того, как мы собрали объект, появляется какая-то позитивная картинка, позитивный текст. Вот и вся игра. Вроде бы очень просто, но у нее есть перспективы такой игры. Ну, все, спасибо. Отлично, спасибо большое за выступление и есть вопросы? Вопросы, 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 вопросы. Все понять на проект? Мы тут еще сделали классный интро-какатик. Так, интро-какатик, придет у тебя вопросов. Смелей, смелей, жиры. Ну, что с вами? Это наш логотип. А вы знаете такую игру Shadowmatic? Здесь человек. Здесь. Нет, к сожалению, первый раз слышу. Посмотрите, пожалуйста. Пойдем за мной. Хорошо, спасибо. Отлично. Вам деньги нужны? Нет. Ну, гейм-девелоперы, ну, зачем нам деньги? Спасибо. Ладно, спасибо за выступление. Спасибо большое. Окей. Так. Рассказывайте. Да, про команду тоже рассказывайте. Ребят, какая у вас команда? Вот, предыдущие, тоже большая команда. И про рынок, конкуренты. И про рынок расскажете, когда... Про рынок, я не знаю. Про рынок, хотя бы. Про рынок вы сами расскажете. Не хочу, что с вами. Сейчас, секундочку, заменка, кто у вас стоящий, с вами? Пирожков, Виталий. Пирожков, Виталий. Пирожков, Пирожков. Все запели песню, Вы готовы? Или нет? Нет, я не готов. Да-да, давайте Гекко, Гекко проект, выходите. Гекко? Я просил. Итак, я хочу рассказать, что это такое. Значит, это стриминг в реальном времени для ограниченных людей. Увидеть, пощупать, осознать. Поэтому, вот сейчас ребята подробно расскажут, что это такое. Запускать презентацию? Ваш все равно для людей сеграниченные возможности и ограниченных людей. Что-что? Может, все равно для людей сеграниченные возможности и ограниченных людей? Не-не-не, все правильно. Остальные выйдите из зала, да? Остальные оценивают, будут только ограниченные. подворачивались просто, записывали подводку и получилось. О, позиционирование. Не всегда выходят. О, позиционирование. Стали больше. Ну, мы можем быть не объективными. Ну, кто-нибудь не решает такую проблему. Я вообще понял, что здесь все какую-то проблему решают. они говорят, они говорят, мы делаем классную игрушку. Я говорю, окей. Пришлось с ними с каждым работать и вытаскивать чипсами из них эту идею, в чем, собственно говоря, ценность. Поэтому как-то так. Ну, что, Гекко? Три минуты. Добрый день. Меня зовут Павел. Я представляю команду Гека и наш слоган это увидеть, познать и ощутить. Сейчас поймете, почему. Собственно, что за проект? Мы разработали телевизионный интернет-сервис для досмотра прямых трансляций с полным погружением в виртуальную реальность. Ну, собственно, ничего сложного, все просто идем дальше. Какие проблемы мы решаем? Во-первых, ну, жить с ограниченными возможностями не могут посещать какие-то мероприятия и мы в этом поможем. Также эти же мероприятия не могут посещать люди, которые находятся далеко от него и физически не могут за приятой либо же просто не могут заплатить за билет. Такое решение мы предлагаем. Мы разработали такое приложение с помощью которого можно сидя дома побывать на любом мероприятии. Ну, также это инструмент для компаний, которые проводят эти мероприятия. Наше преимущество это у нас несколько камер, то есть можно посмотреть мероприятие с любой стороны, эксклюзивный контент, соответствующий просмотр, дополнительная реальность и полное погружение в атмосферу. В чем наша ценность? Ну, во-первых, это можно увидеть в трансляции мероприятий по-новому, познать свободу в прямом эфире и познать технологию VR и ощутить всю простую виртуальную реальности со смартфона. Для кого? Ну, это я уже говорил. Идем дальше. Собственно, как мы будем зарабатывать это платные трансляции и подписка на каналы. Вот, собственно, сейчас демонстрация проекта. Продолжение следует... иначе музыка включать пока не настраивать. Или рэп читать. Где ваша команда? расскажите, пока вы там загружаете, какая команда у вас? Нет, шесть человек. Один стоит за мной и... За тобой Собственно, вот наше приложение. Сначала регистрация, ничего сложного. Дальше переходим на страницу со списком трансляций. Переходим на первую трансляцию и в VR можем наблюдать эту самую трансляцию. Такое некое подобие. Я не могу, у меня тут трогает, поэтому стою на месте. Собственно, это видео проигрывается не с моего телефона, а с камерой. Да, это вот с этой камерой, с нее сигнал происходит, а не с моего телефона. Я очень сильно волнуюсь. Простите. Ну и, собственно... Ничего, ничего. Нормально. Поволнуешься, поволнуешься. Первые три года тяжело, потом проведешь. Ну и, собственно, сейчас где она запустится трансляция футбольного матча. Ну, тоже некое такое подобие развлечения, что с разных точек можно посмотреть на матч изнутри, при этом сидя дома. Ну, это можно сделать на большой экран. И... А, мы читаем на мой главный трескис. Потому что... Я всегда... Эта рука трясется очень сильно мне. Лиграфон. И главный... Собственно, главная наша особенность, что это все можно смотреть в очках дополнительной реальности, что приносит полное погружение в атмосферу конкретного мероприятия. Отлично. Давайте перейдем к вопросам, потому что время закончилось. А кто платильщик берете? А кто платильщик, скажите, пожалуйста. Спасибо. Кто еще? Платильщик. Кто платить вам будет? Организаторы мероприятия, которые... Организаторы мероприятия, которые... Организаторы мероприятия АВРО заплатят. И также еще... Ну, сейчас в главном меню. Вот, можете увидеть там цены на трансляцию, то есть пользователь заходит... Вопросы еще. Готовы? Вопросы? Вопросы есть? Вы можете их поближе переселить? Можно запустить такой интерфейс. Собственно, вопрос. А что было сделано непосредственно за время хакатонов из того, что вы продемонстрировали? Непосредственно за время хакатонов было сделано вот это приложение. Простите. Вот это приложение сделано, такое же приложение для Android. Был настроен поток вещания видеосигнала. И вот там вот в центре стоит наша камера. Но в связи с очень быстрым интернетом вот это все очень с большой задержкой происходит. Поэтому мы не стали показывать. Ну, дальше мы настроились. Еще есть вопрос в зале. Ну, давай спросим еще что-нибудь. В правильном применении, если не будет быстрый интернет, это вот как будет работать. Вот так, как сейчас. Самое плохое, что может быть, это... Это когда бежит вместе, такой уже забивает ворота и выключается все. Нет, выключаться это точно не будет. Это будет как минимум задержка, но... Непонятно, глупость действия. Ну хорошо, тогда по-другому. Раз уже цена поставлена, кто-нибудь вообще купил? А, мы еще не спустили этот проект. То есть он еще на стадии разработки. Понятно. Ну что, молодцы? Окей. Давай еще одну вопрос. Итак, следующий проект готов. Филипинг, стерео, пиар. Можно ли же переименовались, не надо взять это время. Мы долго придумывали это название. 30. Окей. Договорились. Ну, на следующий проект приходит Dime Shift VR. Здесь? Значит, что это такое? Помните фильм «Атрису»? И когда он увидел его от пуль, они, короче, это сделали в игре. Теперь вы можете это использовать в игре и в VR. Ну, сейчас я расскажу. Интересная штука. Три минуты. Добрый вечер. Я рад вас приветствовать от имени нашей команды. Меня зовут Артем. И мы хотим представить вам уникальную для виртуальной реальности игровую механику, которую мы сегодня постараемся продемонстрировать непосредственно на рабочем уровне из игры. Сейчас, секунду, у нас там решается проблема с выводом. Да, непосредственно. Шлем. Суть ее в следующем. Во-первых, почему именно мы решили реализовывать игровую механику? Потому что именно игровая густрия, как, по моему мнению, и по моему мнению нашей ствола, это двигатель прогресса в реализации, в игре всего распространения этих устройств. Потому что большинство людей, если мы говорим об этом сегменте, покупают устройства, одними, наверное, от того, чтобы играть в игру и получать какой-то необычный новый экспириенс в игровом формате. В чем необычность непосредственно нашего подхода? Все вы, наверное, смотрели фильм «Матрица» наверняка, или как вы не знаете, видели кадры из него. Или фильм «Эквилибрио». Возможно, кто-то из вас сыграл такие игры, как «Макс Пейн» или, например, недавно фрошумер «Суперфон». Что их всех объединяет? То, что везде у нас главный герой обладает очень быстрыми реакциями, и он способен, так как это выглядит со стороны, управлять великолепно. То есть, когда, как сейчас инструктивизм на этом экране, мои коллеги, по-моему, проиллюстрировали нашу идею. В общем, давайте я тогда расскажу. Сейчас постараемся решить эту проблему. Он наконец-то дотянется до этих пистолетов, в то время как его уже атакуют. Суть идеи в чем? Во всякой экшн-верке нужно быстро принимать решения, во всякой экшн-верке нужно моментально оценить обстановку. Для большинства людей, которые не привыкли в это играть, это большая проблема, когда нас атакуют, допустим, несколько противных со всех сторон. Поэтому нам нужно срочно решить какую-то проблему. И мы не видим из нее выхода, если минута, нам поможет данная тактика. Вкратце, ее можно характеризовать следующим образом. Все вокруг нас, давайте я постараюсь объяснить вам слова. Все вокруг нас движется, время вокруг нас движется только тогда, когда движемся мы. Соответственно, если мы замираем, все вокруг нас останавливается. Мы способны оценить обстановку, посмотреть по сторонам, увидеть противников, увидеть укрытия, увидеть, как мы можем за ними спрятаться. Увидеть, как мы можем выйти из этой ситуации, кого нам следует атаковать первым и так далее. Это позволяет любому человеку, и важный момент, который здесь стоит отметить, то, что так как это все виртуальные реальности и полностью управлять своими собственными движениями, и мы можем применуться, как в жизни. Мы можем вытянуть руку вперед, прицеливаться оружием так, как мы это делаем в жизни, а не кнопками и мышкой, как в случае всех других аналогов. Время. Время. Давай последний сгон такой. Трибит. Да, жаль, что не получилось продемонстрировать, но мы организовали действительно… Не получилось нормально, шоу даже устроили. Мы сделали в рамках данного закона, за 24 часа нашим анализовал полноценный уровень из этой игры, со всеми игровыми механиками, со спецэффектами, с анимациями. И мы очень хотим эту идею развивать дальше. У нас есть уже примеры законченных проектов, в том числе «Ревиар». И совместно… А команда, скажи, которая может идти как-то здесь? Да, у нас небольшая команда. У нас на данный момент участвовало всего трое человек, но мы давно, как я сказал, работаем вместе. У нас есть законченные проекты, в том числе «Ревиаре», и мы планируем в дальнейшем работать вместе, но для того, чтобы полноценно заниматься и доработать этот прототип до релиза, нам требуется какой-то долайн-финансирование, чтобы привлекать других людей. А мы сейчас просим про дополнительное финансирование, или что-то мало. А я сейчас не готова обсуждать этот вопрос. Так, не готова. А кто готов, кстати? Нет, я готова обсуждать это завтра с вами у нас в офисе, но не здесь сейчас. Окей, вопросы есть какие-нибудь еще? Пока нет. Задумайтесь. Да, есть вопросы? Давай, я спрашиваю. По сути, ваши клиенты – это игровые студии? Нет, наши клиенты – это конечные пользователи, то есть игроки. Вы сами – игровая студия, у вас есть разработки игр? Мы не являемся игровой студией «Де Юра», но мы работаем в индустрии, связанной с тормозами виртуальной реальностью, и у нас есть законченные игровые проекты. То есть опыт уже какой-то был? Да, у нас есть опыт, и мы даже можем, опять же, если будет желание, мы можем показать наш уже законченный проект в реале. Ну, левая часть этого будет, и какие вопросы задавать? А какая у вас как раз перспектива на ближайшие два года? Как вы сможете построить ваш проект? Сказать для этого проекта, как я уже сказал, так как игровая индустрия на сегодняшний день в реале очень актуальна, существует уже достаточно большая клиентская база поиспроданной режиссанке HTC Vive, которая дает самый лучший VR-экспириенс. Более 150 тысяч, но игр для них не так много, хороших игр еще меньше. Соответственно, реализация Притумов и Ярик Забав достойно хорошей идеи, мы имеем все шансы выйти на этот рынок, опередить конкурентов и иметь большое количество продаж. Следующий вопрос. Верить конкурент вы планируете в лице Суперход или кого-то еще? Суперход не совсем конкурент, скорее, это один из источников идеи для подобного жанра, но он не является виртуальной реальностью. Любую игру, конечно, в том числе Суперход можно запустить в шлеме, но управление на клавиатуре мыши и управление своим собственным жестом – это абсолютно большая разница. То есть, если кто-то в Суперход захочет завтра сделать VR-версию и сделать это за три недели, то что будет делать вы? Анализировали вы Суперход как успешную игру на рынке, которая заработала много денег, которая действительно классная и ее очень много играл? Вы вдохновлялись ли? Анализировали хорошие и плохие стороны? Безусловно, конечно. Ну и делали плюс-минус то же самое, но в шлеме. Это как все что угодно, добавить блютуз и будет прикольнее. А вот не совсем. То есть, если бы вы попробовали сами, мы поняли, что ощущения управления абсолютно другие. Ощущения от игры в нее и впечатления абсолютно другие. И возможности именно подобной реализации дают гораздо больше весного игрока, впечатлений гораздо больше. То есть, тот же Суперход в его текущем варианте невозможно адаптировать. Где бабки, спрашиваю? Где деньги? Как я уже сказал, на сегодняшний день имеется более статистик тысяч. Четыре половины цифра, которые жаждают по-другому, но их еще нет в жанре. Вот, правильно. А что бы рассчитываться? Ну, я так не считаю, кстати. По большому уровню. А как считает компания? А что сидит? Отлично. В любом случае... В любом случае... Как я сказал, дистриторики только начинают развиваться, чтобы продалиться с ними несколько месяцев. И в любом случае занять свою нишу на этом рынке заранее лучше, чем ждать, пока остается много-много клиентов. Спасибо, спасибо. Это не высокая стоимость разработки. Спасибо, давай микрофон. Спасибо. Молодец. Поворачиваться оттуда, это очень круто. Так, ну что, следующее... Ну, следующее, наконец-таки, вы уже готовы, инфобустер? Инфобустер готовы или еще нет? Да. А, значит, смотрите, что они делают. В древние времена все думали, что... планета находится на трех слонах, она вообще плоская. Так эти ребята открывают новые возможности и могут посмотреть на планету абстрактно и увидеть ее целиком. Я сейчас расскажу, как это происходит за три минуты. Всем добрый день. Я представляю проект и стартап инфобустер. Мы запускаем сейчас демо и презентацию. Вольно одна секунда. На малом экране... Хотя пока время остановлю, чтобы по-честному было. Можно так. У нас очень крутая демо и хорошая презентация. Калибровка. На малом экране презентации. Демо работы в шлепе. Это уже ваш VR? Показано. Дай мне ваш. Показано. Мы ждем за Валорусского. Показано. 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 То есть здесь, введя информацию в виртуальное пространство, в дополненную реальность, покупатель сможет быстро оценить единомоментно все поле информации на основе большого массива данных, представленных удобно, просто и понятно. Примеры, это могут быть разные варианты. И, собственно говоря, мы приводим презентацию. Я прошу все-таки презентацию показывать дальше. Если можно, подключите, пожалуйста. Значит, еще дальше. Значит, еще раз, главная идея – это позволить руководителям, экспертам принимать быстрые решения на основе большого количества данных. Сейчас в чем проблема? С каждым днем все больше и большее количество информации накапливается в организации, которые нужно обрабатывать и принимать на основе их решения. Значит, очевидное решение – это перенос этого большого количества информации в удобную форму, в виртуальное поле с тем, чтобы увидеть в едином поле весь массив информации, сразу увидеть проблемы по любому направлению, которое есть. Будь то продажи, будь то, соответственно, эффективность KPI. Соответственно, наше решение следующее. Можно следующий слайд, пожалуйста? Значит, еще дальше, пожалуйста. Мы подготовили кейсы, которые наглядно показывают, как это может быть применимо. Во-первых, мы хотим это применять для быстрой оценки, экспресс-анализа решений по потоку стартапов, которые есть, в частности, на таких мероприятиях. То есть идея в чем? Что мы создаем массив информации по модели организации и презентуем эту модель в виртуальной или дополненной реальности. Первый этап – виртуальная реальность. Мы работаем в шлеме HTFive. И, соответственно, пользователь… Да, прошу прощения. …может выстроить всю необходимую информацию. Также у нас есть кейсы, соответственно, для блокчейна, для нейроанализа, для финансовых организаций, строковых организаций, для руководителей любых, в принципе, организаций, где есть продажи, чтобы быстро увидеть всю проблематику в виртуальном поле, где есть подъемы, где есть ямы, в любом разрезе. И видеть это одновременно. Время у вас. Да, но мы хотим показать… Да, покажите. Покажите, где вам, может, и отличный проект. Ага, у нас, извиняюсь, накладки, да, то есть нам не позволяют быстро запуститься. Мы просили заранее, но не получилось. Но, тем не менее, мы сейчас просто показываем. Федор, сначала, пожалуйста. Первый глобус. Прямо сейчас, пожалуйста, начинай. Прошу прощения. Покажай, пожалуйста, глобус, Федор. Да, прошу прощения. Ничего страшного, это не накладка. Это просто так и должно быть. Нужно ровно в организации, как вы говорите, для логической ситуации. Здесь привина модель. Видно, что просто есть диаграмма. Она объемная. И, собственно говоря, отходя земной нашим бимом шарик, мы видим выставленные диаграммы по поле. Все клиентов видите сразу. Да, видим все проблемы. Но это только одна диаграмма. У нас было очень мало времени. Соответственно, мы работали там всего лишь буквально 12 часов. Все, что мы успеем. Мы можем сделать новый отход. Значит, Федор, показывай, пожалуйста. Значит, глобус. Значит, это у нас мегаплан. Это быстрое решение по формам взаимодействия с клиентами. Здесь сразу Федор, мегаплан. Мегаплан. Значит, прошу прощения, Федор, мегаплан. Так и стал у него Федор мегаплан, так ставил его звать в будущем. Окей, мегаплан успели увидеть. Сейчас пройдет время, да, и мы увидим следующий слайд. Значит, еще раз классная земля. Все, весь массив информации. Быстро принимаем решение на моменте. Видим всю информацию сразу. Значит, дальше у нас график будет мегаплод. Это, соответственно, рассмотрение проекта по принятию решения по строительству, допустим, на уровне города и заканчиваем. Быстро видно проект. Вся эта норма. Ну, да, ну, давай заканчиваем уже, потому что все, уже время уже ушло. В принципе, понятно, да, кто нам очень больше фотосмены может зайти. Смотрите, для журналистов у нас очень классная преза, демо для журналистов, медиаметрики и виртуальной реальности. Такого не было нигде в мире, поэтому, пожалуйста, хотите, смотрите. Когда вы подойдете, перейдите. Журналисты будут в восторге, пожалуйста. Отлично, давайте, вопросы. Спасибо большое. А, вопросы какие-то. Ну, как считай, ты. Собенно задам вопрос. А у вас так расплылось все в презентации, кто клиент это? Клиенты – это руководители организации. В чем преимущество любых организаций, мы ориентируемся на крупные и большие организации. Значит, мы планируем выходить на финансовые организации, банки, строковые компании, на розничные организации, именно на руководителей, на ЛПР, на людей, принимающих решения. Откуда у вас такая фантазия, что им нужен такой адский центр? Это не центр, это возможность увидеть ситуацию в компании на данный момент быстро, поскольку они этого не видели решения, его просто нужно увидеть и понять его ценность. Это то же самое, как был планшет, нет планшета, был смартфон, нет платформы. Ну, еще раз, давайте, у вас фантазия, потому что тренд сейчас к упрощению представления информации, чтобы можно было делать вывод. Вы информацию человека плодите перед глазами. Мы в одном поле показываете проблематику. В том числе и в одном поле, вы просто много полей свели ему вокруг головы. Поэтому думайте, куда вот нужно. Ваш сегмент кто? Я привожу еще раз пример. Вы увидели новое поле по продажам, допустим, в рознице. И в пике яма покажут проблематику продаж сразу по всем филиалам по всей стране. Это просто нужно увидеть, и у нас это есть. Кирилл? Вы увидели глобус, это другое. Это меркетинг. То, что касается ввода данных, то есть кто будет заниматься тем, что эти данные будут в офисе? Да, мы седаем платформу, они передаем это решение. Соответственно, этот облачный сервис, облачный сервис, загружая туда данные, клиент может получить необходимую в уголе информации. Мы единожды настраиваем как СРМ под клиента, и он может работать. Но наше идея, что мы партнеримся с СРМ, партнеримся с организациями, которые ставят консалтинговые услуги, с тем, чтобы мы не конкурировали, а сотрудничали. Отлично. Спасибо большое. Общайтесь в медокаменте, микрофон, пожалуйста. У нас классный демо, поможет, ходи смотреть. Да, отлично. Так, ребят, ну что, двигаемся дальше. И у кого есть страхи? Обычно. У всех менеджеров по продажам, поэтому не выполняем KPI. Вот «Моя оборона» расскажет... А, это не про другие страхи. Когда у вас болит зуба, вы не знаете, как это произойдет с этим лечащим врачом. Хотя это для менеджеров тоже подойдет. Три минуты. Добрый день, меня зовут Михаил, и я представляю команду «Моя оборона». И я бы хотел представить вам наш проект. Как известно, у многих людей есть некоторые иррациональные страхи в некоторых ситуациях. И VR позволяет очень хорошо решить эту проблему путем помещения человека в стрессовую ситуацию с его страхом. Взади этого он может поворотить свой страх. Мы хотим перенести эту методику в область эстетической медицины. По статистике, в России 14% людей от 40 до 65 лет интересуются услугами косметологов. Однако у всех есть страх лечь под нож, провести операцию на себе. Непонятно, что произойдет. Наш проект, как видно на экране, позволяет решить эту проблему. Человек помещается в виртуальную реальность, в которой под руководством врача он видит все слои кожи, все, что происходит, и ту операцию, которую, возможно, он хочет заказать или купить. Таким образом, исчезает страх, и, возможно, он купит данную услугу. Стоит отметить, что наши клиенты – это частные косметологические клиники. Однако, как показывает наше исследование, опытным врачам со стажем более 8 лет – это неинтересно. У них нет отбоя клиентов. Однако у молодых врачей со стажем менее 8 лет, которые только пришли в индустрию, у них есть проблемы продать свои услуги, они менее известны. Однако, наш инструмент позволяет им помочь продать услугу, показывая клиенту то, что будет происходить. У него, возможно, исчезнет страх, и это поможет ему купить эту услугу у молодого врача. Соответственно, мы считаем, что наш проект очень простой, и он решает вполне себе реальную проблему. Спасибо за внимание. Нет, у нас есть эксперт-консультант, и когда мы заботимся, мы найдемся от того, как следует. Скажите, пожалуйста, как Вы оценивали вообще актуальность этой проблемы? То есть сделали какое-то исследование, опрос и так далее? Да, естественно. У нас есть подтвержденный спрос со стороны руководителя эстетической медицины одной из частных клиник. И он, собственно говоря, нам это и рассказал, что на предпоследнем этапе возникают очень сильные проблемы, то есть отсутствие доверия между пациентом и молодым врачом. А это самое главное. И с точки зрения виртуальной реальности, когда пациент погружается, он получает эмоциональный отклик, который позволяет ему, собственно говоря, снять вот эти страхи. Ну, вот я насчет страхов, насчет доверия не вижу здесь решения проблемы. Я сама из медицины. Значит, доверие возникает в контакте с врачом, его историей и так далее. Назовем и так, да, не будем сейчас лезть туда в тех, кто доверие, это сложно. Не уверен, очень не уверен, что вот этот продукт, он добавит доверия. С точки зрения образования, посмотрели, вот это хорошая, классная вещь для рекламы, образования, пожалуйста. Да, вот есть готовые думы, готовые пожелать вас. Ну, понимаете, мы снимаем именно страх. Есть исследование, которое показывает, что после одного погружения в виртуальную реальность, фобия снижается на 14-65%. То есть снижается страх, повышается уровень доверия. Это вот вопрос о доверии. А по поводу... Второй часть. А. По поводу образования, мы проверяли, тестировали результаты 30%-х. У нас есть подтвержденный спрос на стоматологии. На стоматологичные проблемы. Здесь был вопрос? У меня было не вопрос, у меня было политическое замечание. Сзади люди, честно говоря, да не сзади вас, а сзади нас. Люди вас, к сожалению, вообще не услышали. Это первый момент. Второй момент. Молодого человека подставили под нож практически, потому что он рассказывает про страхи и сам боится. Сапожек и сапог, что? Мы все боимся. Потому что тренировался вот этот молодой человек вчера. Вот ты, Денис, на меня свалил, вот эту вот ответственность по поводу презентации всех. А тренировался-то другой, понимаешь? Вышли команды, чтобы не страшно было. В итоге выдвинули совершенно другого фронтмена от команды, стоит, боится и рассказывает про страхи. Ну, класс. Ребята, не прозвучало, к сожалению, и поскольку, опять-таки, ни тренировки не было, и видна эмоция, скажем так, юзкейсов таких вот понятных, они не прозвучали. И, соответственно, когда вы выходите с названием «Моя оборона», потом еще не даете никаких юзкейсов, люди вообще потерялись. Пожалуйста, доносите свою идею как-то яснее и четче, потому что, даже если это из того видео, которое мы посмотрели, оно должно было бы что-то прояснить, но оно ничего не прояснило. Это все то, что мы успели сделать за 12 часов. Ага. Что вы хотите, команда? Деньги, уважение? Да, деньги. Мы знаем сумму, которая нужна для выпуска бета-версии проекта, для тестирования. Миллион четыреста рублей, плюс полтора миллиона на наручную. В пользу случаях хочу спросить, кто унес датчик от кликера? Ну, правда, кто-то его унес. Два месяца работы для бета-версии. А, Олег, а ваша группа, которая подложит нам или мужчин загоняет? Нет, нет, это инъекции и импланты. Здесь вопрос, да. Я хотел еще добавить. Согласен с коллегами на тему образования. Конкретно к косметическому бизнесу это, кстати говоря, может очень хорошо подойти. Мне кажется, вы просто неправильно оцениваете емкость рынка, на которую вы пытаетесь залезть. Я имею в виду конкретно косметологический центр, частные клиники и так далее. Рынок косметики и рекламная польза от вашего продукта, потенциал, если вы не считаете, она будет намного больше, намного более денежная, намного более емкий рынок. Мы решили начать с одной русской ниши. Рынок вот этих услуг эстетической медицины 12 миллиардов. А вот эксперты, два эксперта уже подсказали про одну, тоже скажите спасибо. Спасибо. Но мы эту идею тестировали, она на нас не взлетела, к сожалению. Отлично, молодцы ребят, спасибо вам за выступление. И следующий проект, значит, перезагрузка рабочего места, у меня написано. Это когда вы сидите, сидите, сидите и киваете, вот вам еще нужно завершить вашу работу, и потом очки надели и перезагрузили себя. И как маленький. Я сейчас вам скажу, как это маленькая происходит, симулятор боевого робота. Ой, извините, супременная студия. Почти попал, да? Вообще почти раз, а ломалось. Добрый вечер, Хакатон. Добрый вечер, уважаемые жюри. Меня зовут Пачев Артем, я приехал со своей командой из Гостова-на-Дону. Прожили у вас тут два великолепных дня. Что мы сделали? Какой у нас состав команды? Спрашивали, у нас три человека оркестра, это C-Sharp, 3D Max, Maya, в принципе, все. Куда? А, вот так. Всем привет. Еще раз. Нас три человека, все все могут по чуть-чуть. Мы сделали компьютерную игру. По 2R, по HTC Vive. Они у нас появились буквально 9 дней назад, мы решили поэкспериментировать, увидели такой замечательный Хакатон. И что в связи с сжатым регламентом, мы решили записать видеоролик, в котором напишите нас продумать. Ваше внимание на видеоролик, дальше вопросы. Спасибо. Спасибо. Борисов, да. Звук будет? Звук. Да, будет. Звук снимет. Будем, будет. Сейчас все будет. Оператор, пути, пожалуйста. Станции. Станции. Красивый город. Звучите лаганство. Озвучку можете не нанимать, западнее, западнее, правильно. Вас ждет замечательный лабиринт, из которого вам найдется выбраться. В руке у вас будет сфера. Эта сфера позволит вам перемещаться, то есть вы перемещаетесь или прокладываете, если вы кидаетесь, вы кидаете сферу и куда вы ее накинули, туда вы сможете переместиться. Если вы кинули сферу и она тяжелая, вы можете уменьшить ее вес. Если она легкая, вы можете увеличить ее вес. В зависимости от тех способностей, которые вы сможете найти на площадке, вы сможете сделать этот мяч резиновым и чтобы он отскакивал. Смотрите. Добавляем вес. И отправляем его еще раз. Оп. Попали на следующий этаж. Переходим дальше. Ну и еще, кстати, можно проиграть и оказаться в такой ситуации. В 10 секунд. Очень сожалеетесь. В 10 секунд. Это очень понравилось. Люди вот так стояли, пытались кидать эту сферу. Много людей поиграло. Это очень порадовало. И спасибо за внимание. С вами была «Супрямо студия». Слушаем ваши вопросы. Отлично. Ну, бэкграунд. Чего умели для этого сделать? Игра какие? Мы, ну, мы работаем в Ростовском государственном университете путей сообщения. Мы занимаемся перенажеростроением. Мы делаем различные механизмы. Допустим, осмотры вагона, разборка электропривода, скелочных переводов. С этим проектом наказаны какие клиенты? Не прямые продажи, а продажи студии? Как вы планировали? Ну, планировали как бы делать свою студию, выкладывать в магазины, продавать. Потому что пока вы делали свою студию. Да. Отлично. Вопросы еще есть? Кто бы хотел приедать для меня немножко? Кстати говоря, интересно. Да? Хотел бы приедать для меня? Это все, кто хочет задать вопросы. А кто играл? Понравилось? Да. Да. А заплатили бы за это 200 долларов? Да, заплатили. Это 100%. Вообще безусловно заплатили бы все. Красавчик. Молодец. Ну, если вопросов нет, то... Следующий проект. Спасибо тебе большое за выступление. И вот эти ребята, которые, когда вы засыпаете, перезагружаете себя. Выходите. Называются они «Симулятор боевого робота». Да, «Симулятор боевого робота». Здравствуйте. Блин, как же я вас сил боюсь, да? Короче. Меня зовут Ренат. Я представляю команду «Виджи Гирс». Сам проект – это «Симулятор боевого робота». Цель проекта какая? Просто вы что делаете? Вы убиваете врагов. Сама идея построена в формулировке sci-fi. Все просто. Обычная игра. Самая-самая обычная. Ничего не примечательного. Но, 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 пока еще не все. Так. Так, для начала обсудим целевую аудиторию. Целевая аудитория у нас составляет кто? Это возраст от 18 до 25 лет. Ну, это всем, кому интересны эти игры с роботами, со всем этим. Кстати, по поводу этого. Эти игры подходят тем, кто играл когда-то в такие игры, как, не знаю, «Titanfall» или еще… Ну, старые игры, старые, 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 старые. Вот. Их также, также эти игры… Адаптик? Есть, 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 есть еще одна игра. Волкин War Robots. Точно. Вот. Эта игра очень старая, много фанатов. Как раз на них будет, на многих них будет адаптирована игра. И дальше, ну и соответственно, большая часть аудитории – это мужской гол. Вот. Дальше. Что у нас там дальше? А дальше у нас на следующий слайд. Так. А теперь у нас по поводу особенностей игры. Что? Что еще? Что еще? Продолжай, продолжай. А по поводу реализации игры – это наши монстры. У них есть такие минималистичные хелл-бары. Вот. И вполне очень даже ничего, особенно если посмотреть в самой реализации. Вот. Следующая особенность этой игры… Следующая особенность – это у нас повреждения, конечностей у этого робота. Это наш робот. Мы сидим в кабине от первого лица и повреждаем, точнее нас будет повреждать наши конечности робот. Или другой такой, либо монстр. Если, например, у нас выстрел произошел по ногам, мы замедляемся по рукам и переставим стрелять. Ну, я думаю, все с этим понятно. Так. Мы идем дальше. 3 секунды. А помним. А конкуренты. Я бы их не назвал конкурентами, потому что… Какие это конкуренты? Ну, действительно, просто это наши аналоги. Потому что, ну, Titanfall, Walking War Robots или War Robots для мобилок, ну, они с насами просто не сравняются. Вот. Ну и… Ну, конечно. Вот. Ну и теперь перспективы развития. Это, конечно же, доработка самой технологии. Это, конечно же, улучшение ландшафта. Сейчас мы можем это все увидеть. Ну и, конечно же, мультиплеер. Так. А теперь поехали с самой концепцией. Ага. Это что, про выступление, да? Пока у вас ничего не работает. Про команду. Про команду. Итак. У нас есть два программиста. Они писали на C-Sharp. У нас есть два дизайнера. У нас есть… А, еще один программист, только он писал на C++. И еще у нас есть очень-очень замечательный человек. Он у нас… Маттейлер. Или просто талисман нашей команды. Да. Талисман нашей команды. Он так старался. Сегодня глаза у него были такие красные. Он так стал. Что он просто поехал домой. Но он действительно спас команду, реально. Он проходил и говорил «Красавчик, довольно лучший». Ну, на самом деле, так и было. Я такой сижу. А вообще, что я делаю? Что это такое? Фотошоп? Что? Оно здесь не нужно просто. Здесь, оказывается, нужны были навыки, которые… У меня давно уже нет. Вот. О, 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 о. Смотри. Короче… Ой, Файл-Ц. Да, да, да. Есть такое, еще и Файл-Ц там говорю. Вот. Мы сидим в пилоте… Ой, в кабине робота. Вот наши враги. Вот наша местность. Мы можем… Перемещаться же мы можем. Ну, давай. Паша, давай. Уходи. Ладно, хорошо. Мы не можем перемещаться. А, вот, вот, вот. Видите, я поменял. Вот, видите, мы можем перемещаться. Убивать этих роботов. Видите, мы стреляем по нему. О, летающий самый. У нас, кстати, забыл про одну особенность игры. У нас реализованы два монстра. То есть, один – это вот это, а второй – это летающий. Вот. Ну, и там куча мусора и все такое. Ну, вот наша игра есть. Слушай, ну, супер. Отличная демонстрация. Как мы можем предполагаться. Это менять, сделать стартаперов, инвесторов. Здесь вот этих вот летающих монстров. Это в виде фондов. Это вообще супер игрушка для линчерного фонда, линчерного рынка. Есть вопросы? Ну… Угу. По чем, да? Что еще раз? Это просто поиграли? Нет, но это мы можем спокойно продавать. Начинаем мы с комьюнити, естественно. Те же World, oh, Walking War robots. Ну, естественно, все-таки игра. Может, там и с эти комьюнити продвинем. Есть вопросы еще сзади? Есть вопросы еще сзади, а? А вот, извините, мы с вами с собой разговариваем. Не залазим? Да. Здравствуй. Это тот самый парень, который споддерживал? Да. Отличная поддержка была просто замечательная. Самый классный вариант поддержать, дать пару идей, а потом уйти. А потом, посмотрев, что-то вырастить через сутки. Ну, by the way, Walking War robots, War robots of Net. Это одна игра, до и после ребрендинга. Комьюнити у них такое большое, что в целом вам хватит еще на несколько лет его утилизировать. Здесь вы сделаете хороший вариант игры. Вы модели рисовали сами? Да, как раз тот дизайнер. Не надо рисовать модели сами на Хакатоне. Есть SS Store. И красивые боевые роботы там тоже есть. Лайфхак практически. А цена какая? Обычно бесплатно. Но обычно бесплатно мы не нашли, поэтому нам пришлось рисовать самому. Либо 15 долларов. У нас 15 долларов. Хорошо. Целевая платформа этого всего, это вайб, это мобилки, это что? Это будет вайб. Почему это будет вайб? Ну, потому что таким образом мы развиваем... Вселенную вайб. Окей. Нет, не вселенную вайб, а VR-технологии. Вот что. Окей. Все. Ну, я думаю, все. Просто я думаю, у вас будет больше вопросов. Все-таки для вас сделался проект. Окей. Как реализована навигация в пространстве? Я видел, вы трогаете плоджетика, а не представляете ли вы не ходите? Валерий, это сложно вопрос, да? А если ты вообще не ходил, до того, как я тут говорил, я фотошоп. Менеджер, я понял. Да. Менеджер, там типа фотошоп, такая фигня. Тот человек, который все это организовывал... Ну, точнее, нет, организовывал я. Тот человек, который это все делал, он просто перетрудился и ему пришлось уехать. Ну, реально, он перетрудился, он молодец, большой молодец. Он с вами разговаривал, когда с ним я, с он. Я понял, что... ...поставил проект, он оставил себе и ушел. Это, в целом, первый проект для самого конца. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ну, вы молодец. Спасибо. Что помнит таких маленьких, валерных солдатиков? Помните, в детстве маленьких солдатиков? Золо. А? Золо. Золо, которое мы переплавляли. Кто на лянге, кто на что еще. Вот сейчас ребята вам покажут, как можно виртуальной реальности возобновить эти чувства. Выходите, валерные солдатики. Только они, правда, называются у нас англ царями. Я представляю игру, инновационную игру в жанре РТС. Стратегия реального времени. Конечно же, мы все в детстве играли в валерных солдатик. Эти вечно разбросанные игрушки по полу, за что нас ругали родители. Или как мы хотели, чтобы эти солдатики ожили. Сами стреляли в друг друга, слушались наши команды. Это же было бы так круто. И вот, представляю вам игру Англ Зэм. Который, при помощи смешанной реальности от холоренца, мы можем разместить наше поле боя на любой площадке. Будь то пол, стол или диван. Нам просто стоит расставить своих виртуальных солдатиков, и они начнут сражаться. Мы будем приказывать им голосом. Голосом. Шнеля! Правый фланг идет в выступление. Левый фланг вспышка справа. И, конечно же, мультиплеер. Мультиплеер. Вы собираетесь со своими друзьями. Наберете что-то вкусного. Вам не нужно будет никаких шахмат, ничего. Вы просто надеваете очки. Никаких супремощных компьютеров, приставок новейшего поколения. Просто очки. И вы расправляете своих солдатиков и выправляете друг друга в бой. И, конечно же, куда без монетизации и кастомизации? Кастомизации и коррекционирование. Квасаться перед друг другом, онлайн, но слайд, не важно. Посмотри, какой у меня офигенный немецкий танк. А другой ты, посмотри, какая у меня классная розовая касочка. Ну давай, вставим и проверим. Но говорить можно много. Давайте я вам покажу видео, которое мы успели сделать. За 24 часа мы сделали прототип. Но здесь записано видео. Если кто хочет, потом поиграть можно. Выбираем. Появляется игровое поле. Сразу расставлены вражеские солдатики. 30 секунд. Окей, окей, сейчас будет все. Ну, конечно, ходим, смотрим, удивляясь. Боже мой, как это будет. Потом начинаем командовать. Я хочу танк. Или чуть позже. Я танк хочу. Вот он танк. Я хочу солдатика. Вот он тебе солдатик. Еще один танк. Я хочу денег. Команда в конце будет. Ладно. В общем, он сейчас их немножко подровняет. Они там отдают честь. Разговаривают с вами. Вы говорите, вы готовы? Они такие, sure, yes, sure. Yes, sure. Yes, sure. Это первое место, наверное, за презентацию. Нет, подожди секунду. Я должна сказать, всем понравилось, потому что ребята подготовились. Согласны? И похлопали вам от души тоже, потому что подготовились. Представляю, он даже погоны себе нацепил. Я посоветовал какую-нибудь штуку сделать. Ребята молодцы. Какую-то штуку всем надо сделать. Хорошо. Какую-то штуку всем надо сделать. Скажи всем остальным, чтобы тоже подготовились также. Спасибо вам большое, что вы с нами работали и уделили нам время. Ребята, презентация правда огонь. Молодцы. Увлекательно, здорово, весело. Не думали ли вы над тем, что… Это театрально. Не то, чтобы делать, как бы, собственно, какой-то там один, единственный проект, обратить свое внимание на аудиторию сложившуюся культуру настольного гейминга, как раз культуру коллекционирования и так далее, и заключать договора с компаниями, которые поставляют такого рода продукты, и визуализировать то, что есть уже среди настолов, то, что есть среди этой культуры, у которой есть формированная аудитория, которая платит, которая играет. Дать им новые инструменты для ощущения, new feel, как бы, того, что они уже, к чему они привыкли. А не пытаться изобрести велосипед. Это такое… Конечно, об этом мы думали. Но уже, когда представляли HoloLens видео в YouTube, там были подобные карты, переворачиваешь, появляются монстры. Копировать это я не хотел. Мы решили сделать что-то более новое такое, прямо уж расставлять солдатиков из пустоты, а не привязка к чему-то физическому. Там карты… Но идея очень классная. Это было бы здорово, конечно. Далеко не только карты. Есть целые замки и сражения физические и логические. Достаточно заехать на любой саммит ребят, которые занимаются настолками, вы там себе найдете, что визуализировать в таком количестве. А что-то про свой продукт думали? Давайте микрофон, ребята, записывайте. Что-нибудь думали про свой продукт? Или продать кому-нибудь студии, конечным пользователям кому-нибудь? Думали. Думали, во-первых, о продаже. Сколько потребуется на разработку. В зависимости от того, в каком виде продукт мы собираемся выпускать, с какими ограничениями. Мультиплеер можно выпускать тоже апдейтом. Если это маленькая отделка, пилится за 4-3 месяца, а маленькая команда это будет более дешево. Конечным клиентам или студиям? Ну, хотелось бы, конечно, конечным клиентам со студиями. Не знаю, как это же. Мало опыта у меня работы по таким вопросам. Про команду расскажи чуть-чуть и про свои. Команда состоит из трех человек. Виктория, Тимур и я. Тимур у нас мозг и коди всего. А Виктория у нас модель. За 24 часа он успели на перелю демку. Кстати, шлем у нас с собой в рабочем состоянии. Если будет интересно, подойди, подойди самим поиграть. Это будут команды, вам будет слышно, вы будете пока что по-английски, но командовать своим боиском. Отлично. Спасибо тебе за выступление. Молодцы. Я думаю, что вы интересовались, вам подойдут кулуары. Ребята, хотели показаться в роли Бога? Хоть раз. Только представьте, что роль Бога для вас отведена как Солнце. Вы Солнце. И вы теперь видите всю Вселенную и можете всей Вселенной управлять. Ребята сейчас расскажут, как это круто. Проходите. Проходите. Называется You are the sun. Нет? Нет. Нет? Нет. Нет? А классный был проект, да? Окей. Следующий у нас… Дэн Доксон, расскажи про него. Вера Вер Илья. Вер Илья. Вер Илья. Вер Илья. Вер Илья. А ворону и Вер Илья может? И Вер Илья. Вер Илья. Сейчас, задумывай секундочку. Вер Илья Вера Вера. Выходите короче, расскажите сами. А, люди с инвалидностью и малой подтвержденностью могут играть в игры, это? Окей. Три минуты. Мы представляем проект по реабилитации людей с инвалидностью с помощью VR и нейроинтерфейсов. У нас в команде 6 человек, это 3D-моделеры, кодер, техник и консультант по нейроинтерфейсам. Реабилитация людей с поражением опорно-двигательного аппарата и люди, которые принесли инсульт, могут посредством данного проекта ускорить свою реабилитацию и существенно быстрее встать на ноги. Инвалидность представляет собой социальный феномен и его не может избежать ни одного общества. У нас проект социального масштаба, государственного масштаба и он реально может помочь людям. Наша целевая аудитория составляет более 7 миллионов людей по всей России. Это люди от 10 до 60 лет. Реабилитация будет осуществляться посредством игрового процесса, чтобы люди не задумывались о том, что они выполняют какое-либо упражнение, а больше повлекались именно в сам процесс реабилитации. Это биологически обратная связь, то есть будет фидбэк и также будет весь игровой процесс изначально простой, чтобы человек мог освоить какие-то простые задачи, научиться пользоваться нейроинтерфейсом, очками, взаимодействовать с персонажем в VR. И посредством этого можно ускорить реабилитацию, будут гораздо быстрее возникать нервные импульсы в пораженных конечностях. Ничто кроме VR не может позволить задействовать определенные участки мозга и стимулировать именно возможность людей снова вернуться к полноценной жизни. Также будет очень гибким приложением. Мы разработаем под различные заболевания небольшую цепь игр с уровнями и также перед каждым процессом игры мы хотим делать замер. Вместо этого мы будем использовать не контроллеры для HTC Vive, а перчатки VR для того, чтобы люди, у которых есть проблемы с мелкой моторикой, могли полноценно взаимодействовать и больше привлекаться в игровой процесс. Наша цель – использовать технологию VR в реабилитации, чтобы люди визуализировали и видели себя здоровыми. Это им гораздо будет более полезно, чем классическая реабилитация, которая не задействует многие участки мозга. Время. Спасибо. Молодец. Попробуем. Ну так, вопросы есть? Жюри. Можно мы сейчас продемонстрируем два варианта игрового процесса? Да. Где ты это уже видел? Да. Очень похоже. Только у вас по диазе, да? Большое всем спасибо и всем, кто нас выручил в неожиданный момент, когда мы лишились специалиста по Unity. Но, благо, все сложилось и мы смогли выступить. Спасибо вам всем, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня есть вопросы. Первое – где, собственно говоря, перчатка? А второе – как бросание шариков помогает реабилитации? В последующем мы хотим задействовать нейроинтерфейс, чтобы человек, концентрированно думая, мог взаимодействовать с простыми предметами и бросать шарик. На данный момент продемонстрировать за 24 часа собрать нейроинтерфейс с нейроинтерфейсом, это было практически Unreal. Окей, на вопрос ответил? Есть вопрос, да еще? Нет, на вопрос не ответил. Собственно, повторю вопрос. А как шарики позволяют человеку реабилитироваться? Ника? Чего вы пристали ко мне? Сими шариками. Мы консультировались на эту тему с главным неврологом Черноморского флота и города Владимира. Идею поддержали. Проект нужно разрабатывать более детально, продолжать развивать. И, естественно, еще многое нужно доработать. Идею я тоже поддерживаю, но присоединяюсь к коллегам. Прямой связи нет. То есть проблема есть, но вы ее не показали, как можно решить. Ну, в общем, думайте, 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 думайте. Если хотите ответить. Да, хочу ответить в последующем. Когда мы будем использовать перчатку, человек должен будет взаимодействовать с перчаткой. Датчики – это движение, как давление, толкание. Необходимо… Я хотела бы сказать, что мы данную идею уже реализовали. В настоящий момент у нас тут клиническое испытание данной перчатки с нейроинтерфейсом и биологической обратной связью. В общем-то, рынок действительно актуальный, и людей, пострадавших от инсультов, много. Собственно, VR мы собираемся интегрировать. Так что, молодец. Камон команду зови. Да, камон-камон. Все, вот мы и замечали команду. Это, кстати, очень сильный проект. А тебе спасибо за выступление. Спасибо большое. Вот так все чудеса и магия происходят, да. И, кстати говоря, помните, я немного про Бога. Теперь представьте, что вы Солнце, и вы можете управлять Вселенной. Проходите, наконец-то, где вы выйдете? Да мы здесь. Три минуты у вас. Раз, раз. Здравствуйте. Мы сделали очень простую аркаду, очень простую идею. Играть за Солнце, не дать для международной планетам своей Солнечной системе, но и не перегреять их. Все сделано на 24 часа. Управление взглядом. За две минуты надо заработать тысячу очков, чтобы перейти на следующий уровень. На следующем уровне может быть больше планет, с которыми надо следить. У планетов может меняться скорость и наклон орбит. Сейчас он в идеальном состоянии, видите? Главный момент у тебя абсолютно трезвий. Не поможет. Что мы хотим добавить еще? Метеориты, которые надо сжигать рядом. Эти метеориты могут прилетать, ну, прилетать могут за Вселенной. Они могут уничтожить одну из наших планет. Просто посмотреть на них мы можем их сжечь. Это казуальные игроки, у которых есть андроид, у которых могут сверчаться кардборд, монетизация, реклама. Спасибо. Все? Закончил? Вопросы? Такая игра была Black & White. Как в роли Бога, только в роли Солнца. Есть вопросы, кстати? Положение планет действительное или рандомное? Ну, это Вселенная вымышленная, поэтому, конечно, рандомная. Но это не наша Вселенная. Там, где Аватар, в общем, да. Ну, может быть. Отлично. Ну что, про команду расскажи. А как поможет рандомное размещение планетов? А, ну, окей, сейчас. Можно? А, ребят. Нас четыре человека, извините. Нас четыре человека. У нас два разработчика, гейм-дизайнер и арт-директор. Отлично. У кого есть андроид, то вот ребята попросили, чтобы вы скачали приложение. У нас там промышленные. Оно здесь нарисовано. Это очень важно, чтобы вы поиграли в какую-то супругу. Да, коллеги. Мы делали игру специального андроида для совмещения виртуальной реальности и игры с телефона. И это будет мультиплеер живой, поэтому, пожалуйста, зайдите сюда. С дроп-бокса можно будет сразу скачать игру на ваш телефон, попробуйте. И вы тогда будете участвовать в процессе игры. Это будет классный мультиплеер, прямо вживую, вот прямо здесь. Спасибо. Не забудьте давать туда карточку с ней банковские. Так, продолжаем. Есть вопросы еще? Ну, по этой игре, в принципе, понятно у тебя. Все хорошо. Вам нужно двигаться дальше, довести ее до какого-то… Давай, микрофон сюда. Да. Да. Логического завершения. И выставить ее в App Store, продавать. Я думаю, нормально будет. Так, ну что, следующий проект у нас… Следующий проект у нас VRJob. Джоб. О, спасибо. Где-то. Все, что мы про разработку. Пожалуйста, три минуты сделаем. Здравствуйте, меня зовут Анастан Гаров. И я представляю наш проект VRJob, если будет работать. Что случилось? Да, отлично все. Я представляю наш проект VRJob. Меня зовут Анастан Гаров. И мы сделали такой продукт, в котором можно функционировать в любую профессию, в которую вы захотите. Наша целевая аудитория – это веселые старшеклассники и усталые взрослые, которые уже устали от рутины, и от всей этой работы, которая навалилась на них. Что мы предлагаем, собственно? Благодаря этому ментору мы уточнили наши потребности и монетизации в их контенте непосредственно. Слайд, я там, переключаю. А здесь? Слышали контакты, загадщики профессии. Это те люди, которым нужны реально профессии, у которых не хватает людей и которые хотят их привлечь. Следующий – это операторы, которые будут делать интересные видео 360. Давайте нам их. Мы будем их обрабатывать, делать к ним всякие различные тесты, экшен и продавать их после того, как им это понравится. Демонтизация, встроенные покупки, генерация и реклама, которые там есть. Но ментор скажет, что недостаточно. И мы решили еще подумать над тем, чтобы сделать профессию подключенной к целью Киттбурга. Это будет очень интересно, я думаю. Потому что это очень востребовано сейчас. Что требуется. Игран по парламентам. Игран по парламентам, действительно. Силу. Сейчас мы запустим видео и покажем, что мы сделали. На самом деле дико зашивались, поэтому… Ну, что получилось? Здравствуй, родной. Я хранитель. Рад видеть тебя в сокровищнице профессий. Это место, где ты, наконец, сможешь выбрать для себя дело, чтобы ты смог стать лучшим, приносить пользу людям из-за рахута денег. Перед тобой три шага. Ты должен быть рад и все внимательно посмотреть видео и пройти практику по специальности. Если ты покажешь лучший результат, я дам тебе возможность познакомиться с этой профессией в реальной жизни. Что-то за переводчиком нужно проявить жесткий отбор и необходимое методическое зрение, слух, усидчивость и способность быстро переключаться от одной задачи к другим. Пилот одновременно на дивигатора, радиоператора, инженер, специалист, айти и даже психолог. Он умеет одновременно пользоваться. Он умеет анализировать информацию наземных служб. При общении с центром управления полета ему нужна английский и отличная дикция. Дэн, нам страшно уже. Если выключить видеоряд, то это образ маленького велосипеда. Я хочу сыграть с тобой. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. За восемь минут. Это еще одна головоломка. Психолога пара. Удачи тебе! Ну, собственно, привыше, что экшен такой-то. Психолога, он очень сырый на самом деле. Потому что… Не, нормально выглядеть все. Нормально, нормально, отлично. Это все, да? Да. Ну, ну, ребят, не зевайте. Еще двадцать пять проектов и домой. Поэтому… Ребят, какие-то вопросы есть? Я понимаю, что все устали, наверное, еще. Но вы соберитесь. Возьми… Вы не уходите. А вы видите джоп-симулятор на стиле? Ну, как относительно его это все равно индиционируете? Он проектов только без голоса. Вот они не приходили вчера. Не подходили, да? Ну, если честно, то я не знаю, что вы говорите, но… А что вы говорите вообще? Что это вообще? Пожалуйста. Может, вас в центре забыть, я в центре забыть? Да, классно. Может, вы настоящее появляется джоп-симулятор? Ну, это не симулятор работы. То есть, это симулятор скорее… Это может быть вообще симулятор экзотических профессий. Это может быть симулятор туров. То есть, например, по сафари или животноводству. Не знаю, что вы говорите. Окей. Так. Про команду расскажешь по слову? Ну, да. У нас есть модели, есть дизайнеры, есть программисты. Ну, пока что мы… А есть человек, который мотивирует всех? Есть. Кто? Это ты? Это тот, кто осмещал. Можно я вас приводить? Не могу уже понять. Спасибо тебе. Есть еще восемьдесят. Ну, куда-то завершится программа. А тебе? Молодец. Отлично. Слушай, ребят, был отличный проект, по-моему. Мне нравился по-разному голос. Нужно пригласить во все презентации. Спасибо. Окей. Двигаемся дальше. И, знаете, вот… Я ходил много раз в картинную галерею, смотрел на картины. Все время хотелось представить. Вот бы они тут ожили. И ребята сотворили эту магию. И сейчас они расскажут, как это происходит на самом деле через VR. Выходите. Проект называется Art Go. Не-не-не. Варвара и я. Вы после… А, а не после вас. Да. Ну, пока я за травочку, только тизер. А сейчас будет проект R-Unit. Давай нет, давай мы все-таки. Так, вы Варвара и я, да? Да. Варвара… Давай, поехали. Три минуты. Здравствуйте. Меня зовут Митя Амурцева. Сумян. Я рад видеть столько красивых лиц. И тех, кто дожил, все бодры, веселы. Это классно. Погнали. Как поймать большую рыбу? Как поймать пользователя? Как поймать зрителя? Захватить его внимание? Что нужно сделать, чтобы у вас это получилось? У нас есть ответ. Видео 360 – очень популярный, набирающий популярность формат. Все бренды начали делать свой брендированный контент, да? Включился в том числе Голливуд. И как же сделать так, чтобы удержать, чтобы сделать классно? Нет. Мы представляем вам наш новый продакшн – Варвара VR, который будет заниматься интерактивным видео 360, с возможностью влиять на сюжет и с персонифицированными данными. У нас всего три минуты, поэтому мне нужно очень быстро вам рассказать три основные вещи. Откуда все это взялось наш опыт, технологии, которые мы будем использовать, ну и пользу, которую мы будем приносить пользователям и брендам. У нас команда получилась соединенная с опытом в видеопроизводстве. У нас есть ребята, которые занимались 360 и понимают все в этом. И у нас есть ребята из кино, из большого. У нас есть сейчас в соупродюсировании идет полный метр. Зовем весной, например. Представляю вас участников. Они все здесь. Ребята, вы все молодцы. Спасибо, не спали. Работали. Здесь есть семь человек. И продюсер ваш покорный слуга, и режиссер, и есть разработчики, ребята, которые помогали. Соответственно, мы соединили… Невозможные. Мы пошли сейчас сначала, конечно же, на рынок. Вы спрашивали про рынок. А что там? Давайте узнаем. А там мы поняли, что пользователь хочет влиять, взаимодействовать. Не просто смотреть видео 360. Он хочет взаимодействовать, он хочет нажимать что-то, чтобы происходило. Он очень хочет влиять на контент, влиять на сюжетную линию, чтобы от него это зависело. И самое главное, он хотел бы, чтобы это было про него, про его интересы. Мы пошли дальше. Что нужно брендом? Брендом нужна эффективность, нужен перформанс. Да? Нужно, чтобы сила коммуникации возрастала. А возрастает она тогда, когда человек может влиять. От него что-то зависит, что-то происходит. А также, если мы добавляем в окружение элементы из его жизни, музыку, которую он любит, фотографии или видео, то возрастает. Все. Все растет. Оба становятся уникальными. В итоге, посмотрим на тенды. У вас время. Big Data. Я очень быстро. Очень, мне кажется, полезная и интересная тема. Нативная реклама. Все об этом говорят. Добавляем видео 360 и получаем наши технологии. Мы назвали ее Magic 3. Это возможность добавить в обычные 360 видео интерактивные возможности. Управлять сюжетом с помощью всего лишь направления взгляда. Смотришь туда одно, смотришь туда, видишь другое. И добавляешь туда контент, который твой контент. Все. Заканчивайте, заканчивайте, заканчивайте. Пошу время. Да. Заканчиваем. Следующее. Очень быстро. Забрали данные из Фейсбука, показали 360 видео, показали вариативность, чтобы посмотрел туда одно запуститее, посмотрел туда другое запуститее. Мы провели исследование и знаем, что мы можем, да, забрать данные, да, использовать Unity-движок для того, чтобы выживлять какие-то вещи. Пока у нас отработает на андроиде, но мы двигаемся дальше, чтобы это было универсально, это было кросс-платформенно. Выгод для вредов понятно. Есть аналитика. Вы собираете данные Фейсбука, вы собираете выборы его. Есть вовлечение. Человек действительно хочет смотреть это, и будет действительно интересно. Это вирально. Да. Ты посмотрел сюжет с одним развитием, ты хочешь посмотреть, а что будет дальше. И это лояль. Так, а Жеш, реклама уже пошла. Уже выяснили, что за проект. Давай сразу перейдем к вопросу, потому что съел уже еще три минуты. Давайте посмотрим. У нас просто есть готовый кейс, чтобы вы понимали, что это очень сложно объяснять, потому что есть конкуренты, есть модификация, продвижение, здесь все готово. Я вам пришлю. Значит, профиль мой. Смотрим от твоего лица. Вы мертвы, но это еще не повод для беспокойства. Так, руки от него убрал, руки убрал, это мой пассажир. Ну вот опять начинается. Объясни, почему каждому смертному ты хочешь затащить себе вату? У тебя же там места нет. Не знаю. Может, я людей люблю. Любит он людей. Каждую секунду миллиарды душ страдают. Ну, только не надо сейчас ножа раздавить, хорошо? Эти беденькие души нехило так оттянулись, пока были в теле. Все же записано. Ну что, как в первый раз? Светоч. Предлагаю дать этой душе последний выбор. Да, с удовольствием. Людям только дай повод поспоминать все эти миленькие удовольствия. Слушайте, сейчас появятся ваши воспоминания. Вы должны обратить внимание на то, что вам важно. От этого будет зависеть. Э-э-э. Он мне должен об этом знать. Да, да, точно, точно. В общем, смотрите внимательно. Ну и вот здесь предоставляется выбор смотреть хорошие воспоминания или веселые воспоминания такие. Ух, ах. Соответственно, пользователь выбирает столбик, растет. Мы понимаем, что… В том случае, я выбрал bad face. Вон он. Это все. Ну, тут легкое развитие сюжета, но просто чтобы вы понимали, да, две вещи. Выбор по взгляду, куда мы идем, и данные из фейсбука. Ну и, соответственно, здесь финал, чтобы вы понимали, да. Коллеги, проект стартанул с помощью хакатона. Мы рады будем сделать интерактивное видео для сейчас управляемым сюжетом для вас, для ваших клиентов. Нам также нужна помощь в развитии в виде прокачанных технологий. Мы начали отозвать, нам для этого нужны деньги. Ну и мы начинаем, стартуем со съемкой своего первого интерактивного 360 короткого метра. Поэтому те, кому интересно непосредственно участие в этом, в любом качестве, мы тоже будем… Как актеры тоже принимаются? В первую очередь. Митя, я и дома в твоих, в твоих клиентах. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста, кто был в контент создавал? Профессиональная команда сценаристов. Но это ваша. Правильно, да? Или есть некая комьюнити, которая готова с вами сотрудничать и свой контент создавать ваше надышание? Как это выглядит сейчас? Сейчас это команда, которая растет. В дальнейшем, когда мы не растем сами до того, что мы можем сдавать в аренду свою платформу когда-то, может быть через какое-то время, тогда мы можем подключать и другие люди. На первом, это непосредственно команда, которая готова производить этот контракт уже сейчас. отлично. Спасибо тебе большое за выступление. Спасибо. Повторите минуту. Отлично. Кто там следующий готовится, но знаете, подгулять сейчас будет надеяться, надеюсь, что сейчас они выходят. Вы смотрите сериал, сейчас вышел. Ловите. Три минуты. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Я представлю команду ARUnit. И мы занимаемся первой, по-моему, сегодня дополненной реальностью. У нас игра, основная цель заработать деньги, создать такое приложение, которое способно монетизации, то есть пригодное для монетизации на магазинах App Store и Google Play. Суть игры вообще дополненная реальность. Пользователь управляет спейсшипом, космическим кораблем и захватывает территории, которые привязываются к карте, геолокация. У нас мультиплеерная игра, которая позволяет взаимодействовать пользователями друг с другом. Пользователи взаимодействуют друг с другом. Здесь представлена схема игры, то есть пользователь устанавливает игру, создает свою базу и у него есть в дальнейшем возможность увеличивать ее, то есть увеличивать расстояние, которое он завоевал с помощью своей базы и управляя своим космическим кораблем, бывая соперников. Далее, каждый день в игре происходит турнир, локальный турнир на определенной геопозиции, где пользователи выполняют один квест, почти одинаковый для всех. Но после прохождения пользователи, для пользователей, которые справились с этим лучше, они завоевывают базы тех, кто справился с квестом хуже. И получается такое распределение баз противников между собой. Ну и также пользователи могут улучшать свою базу, сделать ее лучше, покупать оружие, но это как основная идея. За 24 часа мы, конечно, не успели это все сделать. Ладно, тут бомбили битцу и захватывали ее территорию, вот это спейсшип, там противники. Ну у нас просто было мало времени и где-то в 12 часов ночи у нас идея резко поменялась. Такое бывает. Ну аудитория, это все пользователи смартфонов, iOS, Android, ну конечно не все, у кого там, в Pokemon Go, короче, не идут, тебе не смогут в ней играть. Ну в принципе все, спасибо за внимание. Отлично, молодец. Ну, аплодируем. Просыпаемся, просыпаемся, вторая часть пошла уже. Вопросы уже не задаются. Будем задать, какая у тебя команда, почему она крутая, почему она должна сделать твой крутой этот продукт именно? Ну у нас три человека, я программист, еще два занимаются моделингом. Ну идея пришла недавно, там в четверг, когда я узнал про Хакатон, но надеемся потом ее развить, если будут заинтересованные люди. Отлично, будем из этого делать крутой стартап? Да. Пойдешь учиться в Ному? Можно. А на французском умеешь говорить? Научимся. Я знаю, Jean-Motel Denis, я вот могу на французском. Я только рэп на французском слушаю. Давай. А, ты только слушаешь, понял тебя. Тоже неплохо на начало. К вам, к милоплану может пойти. Нет? Нет? Вопросы еще? Есть еще вопросы? Ну что так? Ну ладно, нет вопросов, я тебе сам задал вопросы. Отлично. Двигаемся дальше. Спасибо, молодец. Ну по сериалу уже можно говорить? Все смотрели сериал и смотрите сериал «Мир дикого запада». Ребята, это же суперфильм. Это второй такой крутой фильм после «Игры престолов». Атмосферный большой фильм, где люди попадают в мир дикого запада и могут заниматься насилием, чем угодно. То, что они могут делать в реальной жизни. И они это делают с андроидами, которые в виде ядриченства человека или никак. Смогут убивать и все, что угодно. Ребята, это очень большой сериал, сильный. И вот сейчас ребята покажут, что они тоже в этом направлении. Что? Не получается? Дальше говори. Пока загружается. Да. В общем, я рекомендую посмотреть вам этот сериал. Он очень интересный. Не знаю, чем закончится. Это все интересно. Какой сегодня выходит на нашей последней серии? Работает. Работает. Что, правда, кто не смотрел «Мир дикого запада»? Нет. Все серьезные люди, нет вообще. Это очень классно. Послушайте. Это реальное будущее. Понятно, там преувеличено, но я думаю, что это лет через 20-30 вполне будет реально. Кто думал, что можно на 3D принтере выращивать щитовидную железу? Но не волнуйтесь, это будет происходить в виртуальной реальности. Итак, я и Олег на сцене. Олегу повезло чуть больше, как мне кажется. Вопрос к залу. Бывало ли у вас такое навязчивое ощущение, что вам хочется ударить или разбить тормозящий телефон, ноутбук, вечно перезагружающийся роутер? Неприятное ощущение. Теперь можно. Сейчас все охотятся за уникальным экспириенсом в VR. И мы вдохновились этим проектом, подсмотрев такой же экспириенс в реальной жизни, где человек переходит в комнату, и у него есть возможность покромсать обыденные предметы из бытовой жизни и сделать с ним все, что угодно. Мы считаем, это очень интересный экспириенс, который можно перенести в VR. Итак, Олег, давай перейдем уже к фановой части и попробуем продемонстрировать, что это значит. Да, кстати, узнаем площадку. Есть преимущества у VR. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. А розовые контроли, это бахлевая фича? Это фича. Как смотреть всегда фича. Да, к сожалению, организаторы запретили проносить на площадку алкоголь, но мы их не послушали и сделали это виртуальной реальностью. А пока Олег крушит, ломает и, очевидно, радуется этому процессу, вы просто не видите его счастливого лица. Он реально счастлив. И снимает свой стресс. Ведь мы все очень застрессовали на хакатоне, много работали, устали, и это прекрасный способ снять напряжение. Это простая демка, которая демонстрирует основную игровую механику. Снять! Эту часть перфоманса. Все под контролем. Несите биту. Вот, сейчас вы увидели основную игровую механику. Взять, просить. Мы сейчас и верим, как у Кати чуть не случился при этом сердце. Ну, хорошо. Теперь, когда мы знаем основную игровую механику, можно пару слов сказать о бизнесе. Нужен помощник, чтобы это поправить. Мы видим это себе как B2C и B2B продукт. B2C продукт, соответственно, это игра, продающаяся по модели премиум. То есть у вас есть часть бесплатного контента, вы попадаете в комнату, пробуете определенный набор инструментов. Если вам экспириенс нравится, дальше вы покупаете любые другие сеттинги. Мы продумали будущее проекта, поэтому буду рад ответить на вопросы. Ну, как он бывает, что можно судить? Дебош, VR. Отлично, вообще отличная история. Назову только туда развернуться, пойти по инвесторам, видите, по каналам, да? Ну, приедите денег. Подходишь, а там прям деньги не полетают. Да, это, кстати, одна из механик, которой мы хотим показывать, сколько... Отлично, я пошутил, не надо так делать. Вот, договорились. А есть вопросы? На самом деле, очень интересно так выглядеть. И мне кажется, что фишка основная здесь то, что можно крушить, ломать какое-то знакомое окружение, правильно? Да. И вот так. В этом случае скажите, кто все-таки будет этот контент разрабатывать? То есть мы, как разработчики, будем разрабатывать этот разный контент. По вопросу будем разрабатывать, получается, окружение. Не по запросу, то есть есть представление о том, как набрать определенные интересные дефолтные сеттинги, там, в лугаре под кромсачное что-нибудь такое разрушить. Если говорить про действительно знакомую обстановку, например, реплику вашей живой комнаты, есть различные идеи, как это сделать. То есть есть сейчас 3D, ну, софт, где вы можете расставить свою квартиру в 3D. Соответственно, задача ее оживить этот софт, сделать предметы 3D-модели интерактивными. Это вообще неинтересно. Знаешь, что реальный кейс, тебя уволят из работы, ты не можешь разбить там, а так пришел и давай, пришли все это. Все это неинтересно. Или сделай вот такую мышель между корпорациями. То есть одна другую там лучше. Ты белки. Да, нормально, что-то повышает. Нормально. Да, Vigio Club против... Какой-то другой, а нет, кстати, конкурент. Ну, допустим, какой-то конкурент еще один. Окей, но есть еще вопросы, нет? Двигаемся дальше. Мотивация. А я нафиг, меня помню. Почему? Двигался я дальше. Я знаю, Людмичич. Уже с собой посидели, поговорили. Хорошо. Я вчера еще видел, практически все. А, то есть знаком со всеми, да, уже? Знаком со всеми. Как тебе проекты? Есть интересные. Вернее, мне больше интересны именно команды, которые можно развивать. Даш, ну вот ты что скажешь? Так. Вот такой был ответ. А давай мы спросим в первый раз. Кстати, я тогда ошибся, он не школа, фигургер, не меня, а управа. Сложи сам. Какой фильм он занимается? Ты микрофон возьми. А, спасибо. Мне только один понравился. А, проект красавчик мы еще называем, да? Отлично. Что ты делаешь вам по выступлению? Ну, я всем предупрежден, но хорошо понимаю. А как сейчас они выступают? Ну, хуже, чем отрибы. Ну, потому что есть проект очень интересный, но в связи с разными техническими и национальными действиями, они просто не справились. Поэтому мы были экспертом, все-таки везде есть какое-то время, и потом это посмотреть, что надо сделать, потому что подъезд очень интересный. Отлично. Отлично. Юрий, ну что ты думаешь? А, мне нравится. У меня, правда, не совсем верная модель монетизации. Нет. А, часть, ну, для большинства, хорошо. Я хотела посмотреть, ребята, потому что, в принципе, я поняла, что только формата, они несколько дней готовились, два дня готовились, но сейчас, сейчас, быстро, быстро, один день, а она для одного дня вообще не будет. Вот, вот, молодец. Ну что, ребят, вы готовы или нет еще? Что случилось? Что произошло? Спасибо. Всем привет, меня зовут Андрей, я представляю команду BM Team. И мы визуализировали графы. Мы занимаемся визуализацией графы для презентации сложных систем данных. Я думаю, все знают, что такое графы и насколько они полезны. С помощью логового графа можно сделать очень много прикольных и полезных вещей. Ну, о визуализации, да, зачем их нужно визуализировать в дополнительной реальности? Большинство современных графов работают на современных датасетах, которые не являются планарными. Вот, поэтому при расположении такого графа на плоскости мы видим много запутанных линий и нам не очень удобно представлять всю эту систему в целом, да? В 3D, если этот граф будет вокруг нас, перед нами, можем гораздо удобнее с ним работать. И мы всегда сможем расположить вершины графа так, чтобы линии не пересекались. Значит, зачем это нужно вообще все? Не, я скажу вам это, да. Во-первых, это очень красиво. Классная штука графов. Ну, и тем людям, которые занимаются графами, а их на самом деле много, вот, это будет очень полезно. Визуализация вот этой вот информации, да, вот этих связей, с ней гораздо удобнее работать в 3D пространстве. Что-то было про астрологию, да? Ну, наверное, это... Ну, моя боль астрология. Наверное, можно создавать модели, да, вроде как, солнечных систем с взаимосвязями между телами, да, планетами, звездами. Вот, также визиграфе можно представить молекулу с межатомными связями. Не слышу. А, ну, и да, конечно, можно использовать в социальных сетях. Например, есть люди, которые не разбираются в графах, но разбираются в данных в целом, которые визуализируются с помощью графов. Вот, и они, как специалисты, могут оценить по этой визуальной 3D-модели, правильно ли работает алгоритм графов. Ну, я думаю, что вы все-все поняли. Больше всего, наверное... Инвесторов волнует, кому это нужно. Нашему... Блограммисту это очень нужно, на самом деле. Вот, ну, просто, ну, найти этот графов. Но мне тоже понравилось. Я вообще не знаю, что такое программирование. Иногда рисую, иногда... Клёвая тема. Ну, я думаю... В общем, время у тебя. Спасибо ребятам, что позвали меня на хакатон. Спасибо ребятам всем. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо ребятам, которые помогали нам, потому что это мыть, у кого сломался компьютер, зарядка, там, вот это ничего не работало. Нормальный такой старый тренинг, друзья, да? Вопрос. Окей, вопрос на переговоре. Да, я жду вопросов. Мой любимый вопрос, а зачем DCR? Диаграмма. Просто умное слово, это прикольно. Не, не VR, это полная реальность. Тем более, зачем? Тем более, ну... Тем более, только как вы посмели. Это вообще призы. А данные откуда загружаются? Есть какой-то коннектор? Как данные попадают в граф, чтобы реализировать? Ну, как-то... Позже вопрос, позже. Ну да, не, можно подойти к специалистам, они... Окей. Ну, у них дипломные проекты были по графам, да? Они и жаль. Они и да. Сейчас... Нет, был вопрос, на самом деле, про AR, да? Зачем это нужно? Я могу объяснить, наверное. Ну, граф, это 3D структура. Я считаю, что гораздо удобнее работать с графами в дополнительной реальности, чем, например, я не знаю, просто визуализировать... Ну, а граф все-таки не 3D структура. Ну, как там сказали... Как там специалист меня учил? Как там... 3D вообще никого отношения. Много. 3D, 2D, 4D... Ну, в общем, когда у нас будет свой стартап, мы вам расскажем, кому это подарок. Отлично, молодец. Ты хорошо рассказал презентацию, только никто ничего не понял. Ну, я понял все. Вот я реально... Ты Даша потом объясни, потому что она почему-то... Она в шоке, да. В шоке от тебя или от продукта? Понятно, продукты нормальные. Мы просто все хотели бы знать, что такое графы, но это как первое... Вы не знаете, что такое графы? Нет. И на самом деле, в этом докладе был такой пункт, я объяснил, что это графы. Потом мне сказали, что это дебил, все знают, что это графы. А во-вторых, ты все-таки... Хороший парк, он все-таки эстер. Чему-то... Скажет, нет. Ты что всех дебилов не узнал? Это другая. Это лучшая презентация, которую я не готовила. Во-первых, да, во-первых, объясняйте, что вы, ну, хотя бы с помощью, может, вдвоем бы вышли объяснили. Было бы тоже неплохо. Нет. А мне, как гуманитарию из гуманитариев, было бы понятнее, если бы мне сказали, что я, например, химию вот так буду лучше понимать, или что-нибудь такое. Ну, вот приведите какой-нибудь привет, чтобы мы поняли, чтобы мы не просто три минуты втыкали, что же такое графы. Я, например, привел, например, модель молекулы, да. Просто я... Просутствие, скажи, скажи. Да, уже много наговорил. Ладно, ладно. Не будем его мучить, спасибо тебе большое. Пожди, подожди, дай микрофон, во-первых, расскажи еще, знаешь, про команды, расскажи чуть побольше. Да. Никита классный, парень. Ну, не знаю, они программисты все. Никита. А я Никита, классный парень. Аркаш, я на первый раз узнал. Здесь все. Нет, все. Никита, Стас. А где Клюша Ветелкин? Аркаш, я знал, что ты у вас со второго курса, мне реклама. Вообще, я ничего не знаю. Отлично. Не, вообще они, ну, они реально работают. То есть, это на самом деле крутая математика. Клюш, надо в команду брать в каждом новогоднем выступлении, они отлично подходят. Все эти игрушки, они серьезные. Вот это, ну... Все, я... Давай микрофон, да? Очень сложная вещь. Биоинформатика имеет прямое отношение. Вы пока не готовы, но очень сырые. Вы очень веселые. Вам спасибо большое. Есть куда? День. Микрофон. Спасибо, молодец. Ребят, ну что? Не плохо, все проснулись. Приглашаем следующий проект Аристос. Проект МР-тренировки. Виан. У тебя три минуты. Зажигай. Всем здравствуйте, извиняюсь за технические неполадки. Компания Аристос. Меня зовут Иван. Мы пришли с обучающим проектом. Это VR-тренировки и обучение иностранным языкам. Еще бы было неплохо мне взять кликер. Друзья, поднимите, пожалуйста, руки те, кто записывались хоть раз на онлайн-курсы и через две недели бросали. Классно. То есть все остальные на первом неделе. Сразу бросали. Кто-то не записывался. Ну все впереди еще. А причин тому, чтобы бросить курсы, на самом деле, несколько. Это нет технологии тренировок, то есть вам становится неинтересно. Это нет необходимой интенсивности. Это вытекает из первого пункта. И низкая мотивированность, то есть нет контента. В изучении языков очень важны языковые шаблоны. То есть чтобы выучить разговорный язык на нормальном базовом уровне, чтобы вы элементарно могли прийти, что-то заказать себе, нужно выучить 200-400 шаблонов, и тогда все у вас получится. Здесь небольшая шутка про нашу сборную, но не пошло. Ну ничего, бывает. Предыдущие все забрали. Да, предыдущие забрали. На самом деле решение вот этой проблемы, оно лишит нам поверхность. То есть нам нужно элементарно увеличить интенсивность, подобрать правильную мотивацию и использовать вау-интерфейс. Здесь нам помогает как раз технология VR, то есть она помогает вовлечь человека, который хочет учить язык, в процесс обучения. Она создает, то есть вы можете опять же спросить, почему VR, она создает стереоэффект. Вместо того, чтобы прийти домой, сидеть в компьютере или в YouTube, вы абсолютно уходите в другую реальность и начинаете заниматься, начинаете проходить курс обучения. Мы хотим сделать такой, точнее почти сделали интерфейс. Я потом покажу примеры. Суть в чем? Вы выбираете тематику, которая вам интересна. И дальше, после выбора тематики, вы переходите непосредственно к видео. В шлеме небольшим поворотом головы вниз, это главный интерфейс, здесь выбираете тематику. Небольшим поворотом головы вниз, вы вызываете субтитры, как караоке бегут слова, которые произносит человек на видео. Чуть повернув голову еще ниже, вы вызываете больший текст, в котором вы можете с помощью прицела выбрать конкретное слово, которое вам непонятно. Потом другим жестом... Тот самый дизайнерский текст, который все используют. Другим жестом вы вызываете дополнительное контекстное меню, которое помогает вам сфокусироваться на этом слое, которое вам непонятно, добавить его в закладки, перевод, пример. Отлично. За хакатом получилось это все реализовать, да? К сожалению, нас успешно вчера покинули два программиста, которые над этим работали, поэтому... Потому что у вас не было мотиватора того и другой команды. Да, точно. Который голос говорил, не уходите. Да, да. Отлично. Молодцы, похлопаем, аплодируем. Если есть вопросы, задавайте. По поводу вопросов, вообще, который много проходил в курсах на разных платформах, тестировал, даже создавал свою платформу обучающую. А вообще не могу понять, как VR помогает курсы не бросить. Вот чем вот то, что здесь было, помогает курсы не бросить. Тем более в курсах самое сложное и важное – это контакты. Качественные. Первое, пока есть такой интерес к VR, то есть любой человек может купить шлем за 10 долларов, просто чтобы поиграться. Можно направить это в нужное русло и не играться, а заниматься. Но второе – это, конечно, контент, то есть идея, чтобы сделать интересный контент, тот, который будет интересен у человека. Если вы программист, вы изучаете английский язык на темах опрограммирования. Для фотографов? Для курса, для певиарщиков? Нет. Почему? Для всех, кто желает изучить язык разговорный. Разговорный. Ну, плюс-минус, да? Что? Есть еще вопросы? Какая ваша цель? Что вы хотите? Мероприятие, участие. Цель, как она, не была лично достигнута, но решили, может быть, кого-то заинтересует вообще такая концепция к обучению. Вы сами читаете VR? Нет. Я VR вообще крайне мало пользуюсь. Ну, у меня, в общем, вопрос – можно ли VR читать? Ваше приложение, какое-то большое количество объема чтения, если правильно. Прежде всего, слушать. Больше аук, чем тем, кто у нас. Ну, вот и отлично, подошли к следующему проекту. Спасибо тебе большое. Давай микрофон. Поаплодируем. Ну что, 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 все. Уже последний листочек остался. Так, ну что, теперь вы можете следующим проектом глазами читать писать книги. Это для больных, малоподвижных болитов очень может подойти. И, ребята, уход рейк, уход рейк, да? Три минуты. Здравствуйте. Неймотехнологическая компания CyberMionics совместно с сотрудниками и студентами механико-магнитического факультета МГУ лаборатории МАИЦ представляет вам проект UFO Tracker. Что это такое? Это дополнение к шлему виртуальной реальности, которое позволит взаимодействовать с виртуальными интерфейсами путем отслеживания движения глаз, направления взора и мимики лица. В настоящее время технологии виртуальной реальности развиваются достаточно быстро, но все же имеется огромное количество проблем, часть из которых может быть решена при помощи нашего устройства. Это такие проблемы, как задержки виртуального аватара, трудности управления с виртуальными объектами без случайного взаимодействия с реальными объектами и статичный фокус. Где же это применяется? В игровом мире, как я уже сказала, при помощи установления взора мы можем взаимодействовать с виртуальными объектами. Чем лучше обычных трекеров для глаз? Во-первых, мы используем гибридный трекинг, который используют как трекинг с камеры, так и нейротрекинг, считывая данные с нервов лица, что позволяет использовать его и для диагностики, а также для управления устройствами фактически силой мыслей или неосознанно. Также это может применяться в диагностике заболеваний нервной системы, диагностике инсультов, и в том числе как средство управления предметами умного дома. Мы планируем продавать это как изолированное устройство, так и в составе шлемов и VR-гарнитур. Мы имеем непосредственные выходы на рынок, а также около 30% рынка контента, читающегося с UFO-трекером, мы предлагаем делать самостоятельно. В настоящий момент у нас имеется 7 предзаказов и 7 устройств, мы собираемся реализовать для узкого профессионального применения по большой стоимости, а с 2018 года мы планируем выход на массовый рынок и продажу устройств как изолированных в составе шлемов по стоимости примерно 200 долларов в количестве около 2,5 миллионов в год. Наш основной рынок мы видим в Штатах. Как же это работает? Посмотрите, пожалуйста, видео. Когда мы устанавливаем взор на механизме, его шестеренки собираются, и потом, когда они все соберутся, они разойдутся и позволят продолжить движение. Да, это очень интересный игровой кейс, который вы можете посмотреть на нашем столе. Это полностью рабочий прототип, а это макетный образец, и у нас есть все технические возможности, чтобы перейти от данного устройства к такому его внешнему виду. Соответственно, с вопросами и коммерческими предложениями написать на этот порт. Ваши вопросы? Вопросы? Ух, какой большой проект! Как дела? Отлично, мы сделали костюмы, они работают сейчас по женской, а не мужской. Используем для реабилитации. Вот есть еще... Кто-нибудь сейчас знает эту девушку? Пишу. Рассказывай. Да, я рассказывал. Она похудела ему 30 кг. Это она, да? Это я. Она молодец. Ну что, такой вопрос есть, да? Что? Это тоже костюм. Да, это костюм виртуальной реальности. Я в нем. Это тот самый, да. Это мы личность. Чуть подробнее про мышцы лица и то, как вы снимаете оттуда. Инвиттор как раз. Ага. А, вот я спрашиваю. Я хочу поговорить про мышцы лица. Значит, мы реконструируем информацию из нейроэкологических токов, воспринимаемую с нервов в лицах. То есть, здесь мы имеем ряд датчиков, здесь и здесь. И они соприкасаются с местами выхода нервов, откуда мы, собственно, считываем данные и реконструируем это как последовательность движений мышц. Это позволяет, так как у нас информация о движении поступает за 500 микросекунд до непосредственно воспроизведения движения, мы можем реконструировать виртуальный аватар без задержек, то есть, отрисовывать его несколько заранее. И второй вопрос про мимику. Как Вы определяете и что Вы определяете в мимике? Значит, здесь мы используем гибридный трекинг и оптический, и по физиологическим данным. Мы определяем вектор направления мышцы, то, куда они стали смотреть, ямки, впадинки, от которых зависит оптическое проявление эмоций. И, собственно, из этого реконструируем картинку эмоционального состояния человека. Это технология двух объединений, то есть, механико-матемического факультета и компания CyberMyOx. То есть, да. Отлично. Вопрос появился такой-то. Нет? Рука так пришла. Медленно, медленно. А какие цели Вы себе ставили на этот хоккатон и достигли их? Что Вы сделали за время этого хоккатона? Мы попробовали интегрировать вот новую сцену, сцену, которая была отрисована Андроидом Джонсом. Это наш коллега из штатов. Мы сделали управление виртуальной реальности при помощи окулографии, соотнесли это с сценой виртуальной реальности с составлением пазов из шестеренок. Мы это хотели сделать, нам удалось. Вопрос? Коль, ну ты такой молодец. Стук вопросов у тебя. Вы оценивали конкурентный рынок? Сейчас, например, есть огромное количество решений на рынке, которые уже недорогие и работают прекрасно. То есть, китайцы, вот когда еще появился, они уже на продаже, а вот эти какие-то раздают за 400 долларов собрали, помню. То есть, Вы запитаете велосипед, хотя можно пойти его и купить. Это связано с чем-то? Да, это связано с чем-то. Во-первых, мы, да, мы, конечно же, оценивали рынок, я Вам больше скажу сейчас. Даже на данной площадке есть проекты, которые делают конкурирующие решения. Соответственно, идея летает в воздухе и ну пора-пора. Собственно, в чем наше преимущество? Во-первых, мы используем технологию, которая соотносится с костюмом виртуальной реальности. Это костюм прямой обратной связи. Собственно, это та же самая технология. Она позволяет сделать трекинг привитивный, то есть на предсказание. Это раз. Во-вторых, мы умеем делать это дешевле. То есть там 400 долларов у нас порядка куста. Возможно, получится еще дешевле. Это еще обсуждающийся вопрос. В-третьих, мы хотим, чтобы это устройство помогало лучше сочетаться шлемом с костюмом. И имеем непосредственный выход на изготовители этих шлемов, то есть на… Ответил на вопрос, да? Да. Для медицины какие-то инсульты? Для медицины это диагностика инсульта. Когда человек начинает с инсульта, у него происходит асинхронизация мышц лица. В этот момент мы это фиксируем, и в течение часа последствия инсульта, то есть паралич, можно предотвратить. А второе – это диагностика нейронизированных заболеваний, таких как паркетсона, альцгеймер, или же психосоматические заболевания против шестернии, которые отслеживаются по микросакадам и устраиваются диагностика. То есть просто заставить человека пройти такую диагностику нельзя, а если он носит такое устройство каждый день, то он может предотвратить у себя инсульты для развития развития инсульта. Ууу! Можно еще один вопрос? Да? Вопрос еще есть у вас? Да нет. Doifill.me Это общая почта. Да, это общая почта, а там сейчас на Doifill.me всегда наш маленький лейтинг про перчатку, а через время там появится отлайн-платформа, куда будут загружаться движения и ощущения, которые коммутируются с костюмом виртуальной реальности CyberSuits, а также с UFO-трекером. Стол. Спасибо тебе большое, Оль. Спасибо. Ты большая, молодец. Ждем тебя на следующем. Я очень благодарю. Ну ты молодец. Давай микрофон. О, даже два. Да. Молодцы. Ребят, ну что, дальше двигаемся. Теперь, кто значит такой стриминг? Это вот что? Немножко взбодриться, да. Один миллиард долларов. Отличный рынок. Я так понимаю, что цифры за твоей спиной – это призовой фонд, да, Яня? Да, да, да. Да? А, ну окей. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Стас, это мой коллега Геннадий, а мы сегодня презентуем вам наш проект, который называется VR-стример. Можно мне, кстати, вот кликер вообще в идеале? Было бы прям замечательно. Виктор, где-то там, вон. Спасибо большое. Коллеги, кто скачал наше приложение, мы специально купили сегодня домен на ник.ру, зарегистрировали. Пожалуйста, сейчас его запустите. Мы его запустили вот на нашем телефоне. Я столько вам его передам, потому что мультиплеер, который мы сейчас будем вам показывать – это телефон плюс HTC Vive. Очень достаточно уникальная история. Так что запускайте, кто будет онлайн и мы увидим. Маленькая поправка. Вы пока его скачаете, а запустим мы его, когда мы стартанем вместе с HTC Vive. Так будет, наверное, более правильно. Итак, в принципе, основная идея нашего проекта заключается в том, что на сегодняшний день рынок киберспорта очень объемный и все это развивается. Соответственно, мы хотим отхватить свой кусок пирога. Давайте посмотрим, как мы планируем это сделать. Мы разработали данный проект в двух форматах. Первый формат подразумевает собой приложение виртуальной реальности для HTC Vive. Он непосредственно разработан для стримеров, то есть это стримеры, блогеры, те люди, которые сейчас активно, скажем так, продвигают себя в игровом формате, реализуя прямые трансляции. И вторая часть данного проекта выполнена в виде мобильного приложения для аудитории данных стримеров, чтобы люди могли устраивать баттлы со своими стримерами на тех, на кого они подписаны. Проект входит в группу стрим-донат на рынке, и мы собираемся реализовывать следующий формат. На сегодняшний день проблематика заключается в том, что, к сожалению, для конечного потребителя приобрести оборудование, такое как HTC Vive, достаточно проблематично по той простой причине, что это очень дорого. Поэтому в то же время здесь для стримеров получается отличная возможность занять эту нишу по той простой причине, что это их основной заработок, то есть они зарабатывали на деньги. Поэтому они могут вложиться и тем самым, скажем так, дать новую возможность выхода с точки зрения контентной площадки. Потому что на сегодняшний день уровень донатов для стримеров достаточно низкий, и они ищут новые ключевые каналы для того, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией. Итак, в качестве решения мы сделали VR-приложение, которое, в принципе, представлено в качестве шутера космического. И для пользователя мобильных устройств это такой достаточно минималистичный интерфейс. Вы за счет тапания на это приложение набираете себе очки и, соответственно, напускаете монстр на этого стримера для того, чтобы его убить. История такова. Опять же, мы рассматриваем монетизацию на основе двух бизнес-моделей. Первая модель представляет собой трансакционную модель. То есть это рассчитано следующим образом. Пользователи донатят стримера, соответственно, наша комиссия от общей суммы этих донатов 5%. И вторая бизнес-модель – это история именно с покупкой приложения в App Store или Google Play. Вот в таком формате. Отлично. Я думал, донатят там за счет других параметров этих стримеров, девушек. Ну, окей. Такие вопросы есть у жюри. А давайте посмотрим. А давайте посмотрим. Да, да, да. Тут интерактив присутствует. Геннадий, ныряй. Да, телефон. Качество графика почему-то здесь какое-то не то, которое должно быть. Ну, вот Геннадий, собственно, вот такими незамысловатыми движениями с помощью контроллеров, один из которых является как огнемет, а второй генерирует такие… Это можно коллективно это делать, да? Да, это коллективно. Ну, на сегодняшний день нам реализована возможность до 19 пользователей подключаться к этому приложению. И понятно, что это будет как бы дописываться. Но вот у нас сейчас наши ребята, которым хочу передать пламенный привет, потому что у нас команда состоит из шести человек. Они, к сожалению, работали удаленно. Вот. Но я думаю, они нас смотрят в прямом эфире, поэтому парни бы просто… А что ты делаешь с этим пальцем? Я тэпаю, я набираю очки в данный момент. То есть, как бы, моя задача набрать максимальное количество очков и потом выпускать ему разных всяких монстров. То есть, история в чем? А он по факту стример, то есть, мы его атакуем, все пользователи мобильного приложения его сейчас атакуют и он вообще в полнейшей засаде. Вот, соответственно, наша задача, если у тебя пальчик отек уже окончательно, то ты можешь пополнить себе счет и за деньги купить эти очки для того, чтобы атаковать твоего стримера ненавистного и выплеснуть весь негатив, который у тебя скопился за прошедшую неделю. История такая. Мы, конечно, его еще немножко не доработали, но, скажем так, для такого уже финального проекта. То есть, здесь не решен формат монетизации, да, то есть, мы еще никак не связали это с платежными инструментами. И в том числе мы хотим дать возможность стримеру строить себе оградительную стену, то есть, обороняться более детально, в общем, для того, чтобы это было все-таки более такой полноценный план. Отлично. Ну, в целом... Так, спасибо большое за выступление, яркое выступление. А куда у нас делись, вот, с первого ряда? За кофе пошли. За кофе? Не выдержали? А вы пересаживайте, пока не вышли. Занимайте места. Не, мы можем еще раз попробовать. Не, нормально. Ну, может что, есть вопросы к этому проекту? Есть. Все-таки это игра или это стрим? Ну, эта игра больше ориентирована, наверное, на стрим. То есть, в принципе... Есть некий запрос со стороны стримеров, которые зарабатывают определенные деньги на своей аудитории. Они не могут достаточно эффективно ее монетизировать. То есть, количество донатов, которые приходят стримеру, оно ограничено. Соответственно, есть некий инсайт у аудитории, что люди, которые делают что-то в YouTube, а аудитории нравится, когда у них что-то не получается. Они любят ее, как бы, мешать. Ну, вы знаете, что происходит, допустим, в комментариях на YouTube. Все друг друга ругают активно. Есть некий инсайт, чтобы убить стримера, там, помешать ему поиграть и так далее. То есть, это вот такая история, когда блогер получает новый формат взаимодействия с аудиторией. И блогер может себе позволить это оборудование, а его подписчик, скорее всего, не может. И ему будет интересно замочить этого стримера, даже заплатив за это, там, 50 или 60 рублей за транзакцию. Мы вообще предлагаем совершенно другой формат при сохранении механики. Да, это просто игра, пример, как это может быть реализовано. Значит, перейдешь нынешнюю подружку своего бывшего? Нет, я не смогу. Нет, это моя будет. Ну, например. В смысле, они все думают про мужиков только. Нужно думать про женскую аудиторию. Значит, это вообще коллективная идея, между прочим. Значит, короче, в общем, не всем интересно, не всей аудитории, которая могла бы вот стримеров как-то закидать какими-то помидорами, интересно играть вот такого формата, да, историю с графикой, вот именно с такой и так далее. Идея прикольная, просто сделать для нее какие-то варианты. Не знаю, там, какую-то ненавистную звезду зафигачить, еще что-то коллективно всех мочкануть. Вот только вот кого и каким образом, да, там, ты кидаешь ножи, помады, я не знаю, каблуками или там еще чем-то, или помидорами тем же самым. Да, вот просто реализуйте несколько форматов, тогда это будет аудитория решения. Как вы считаете, сколько люди готовы заплатить, чтобы закидать помидоры на Джесс Кабина по всему миру? То есть формат, на самом деле, монетизированный и очень-очень такой множественный. А у меня, собственно, вопрос, а нафига здесь VR? Я помню, еще на флэше умершем делали такие простейшие игры, закидывали помидорами. И там это можно делать коллективно. VR зачем? VR очень важен, потому что, во-первых, это хайп, да, и блогеры ищут огромный-огромный повод, чтобы призвать свою аудиторию к себе. То есть понятно, что они в основном транслируют танки и доту, понятная история. Соответственно, если они будут транслировать VR, это какой-то новый экспириенс. Например, тот же известный блогер PewDiePie собрал там миллионную аудиторию, когда купил себе вайф и начал тестировать. Что, если бы он проводил, соответственно, трансляцию и на этом зарабатывал? По 5 рублей, по 10 рублей за счет того, чтобы его закидывали помидорами. Это все хорошо. Отлично, двигаемся дальше, ребят, спасибо большое. Спасибо большое. Давай микрофон. Ну и очень мало времени уже. Итак, давайте микрофон. Следующий проект – виртуальный риэлтор, но называется он «Apartment Store». Йоу-йоу. Всем добрый вечер, меня зовут Камола, и я являюсь представителем команды «Fix Team», и наш проект называется «Apartment Store». Я думаю, среди вас есть те, кому доводилось уже обращаться к риэлторам с целью приобретения жилья. Так вот, наш проект, собственно, предназначен для того, чтобы обращаясь в данные риэлторские компании, вы могли, используя виртуальную реальность, уже пройти эту виртуальную экскурсию внутри квартиры, даже на этапе ее застройки, и, возможно, даже обустроить ее. Что касается проблем, которые решает наш проект, так это время и средства, которые расходуют риэлторские компании на изготовление макетов для шоу-рума, ну и, естественно, проблемы всех клиентов данных риэлторских компаний. То есть это отсутствие времени, отсутствие мобильности и возможности посмотреть квартиру на данный момент. Возможностями нашей компании, нашего проекта, извините, является осмотр помещения на этапе застройки, как я говорила ранее, и также подбор интерьера. То есть, когда вы ходите по комнатам виртуально и рассматриваете элементы мебели, если вам что-то не нравится, вы смело можете поменять. Что касается целевой аудитории, пока что у нас бит-рубит, то есть мы работаем для риэлторских компаний, для офиса продажа и вообще для всех агентств, которые работают с недвижимостью. Значит, преимущественно над конкурентами. Ну, в нашем проекте вы имеете возможность обустраивать квартиры на стадии строительства, как я говорила опять-таки ранее. Также в случае, если вам понравился какой-либо диван во время дизайна, вы можете его смело заказать прямо с нашего приложения. Ну, и сейчас бы я хотела продемонстрировать, как у нас на данный момент что вообще имеется. Ввиду отведенного времени мы успели смоделировать лишь одну комнату полностью, и вот сейчас мой коллега вам покажет, как это примерно выглядит. То есть проходите по комнате и видите, что слева от вас, например, находится гамак справа, ну и кровать. Если вам что-то не нравится в этом, вы можете поменять, чтобы заказать это с интернет-магазина. Если вам, например, хочется здесь что-то изменить или добавить, вы даже включая обои или шторлы, вы можете сделать прямо в нашем приложении. Собственно... Вопросы? Все? Да. Там слайд применил преимущества перед конкурентами. А, преимущества? Да-да. Я уже говорила до визуализации. Ты уже задал вопросы? Могу повторить. Какие ваши преимущества? Ну, как я говорила ранее, то, что вы можете... Дом, квартира, дача. Преимущества. Представьте, вот вы сейчас покупаете квартиру. И вы видите коробку. Просто голые стены. И вы сходу можете уже моделировать. Вы можете там... Во-первых, там будет кнопка рандомного, так сказать, моделирования дизайна. Если вам не нравится, вы меняете обои, меняете потолок, меняете пол. И заказываете сходу с нашего приложения. Отлично. Да-да. Ну, правда, сейчас очень много подобных проектов, которые VR делают в квартире и прочее. У вас, может быть, какие преимущества? Про команду расскажи. Может, у вас преимущества в команде? Ну, опять-таки, к проекту. Не везде можно сейчас... Не везде это все взаимосвязано с интернет-магазинами, где вы можете заказывать. Ну, тем не менее, у них хорошая команда. Я видел, там мощная команда, это... Студенты высшей школы экономики. Ага. То есть, вот как раз бизнесовая часть. Осталось только подключить этих разработчиков. Вы это уже сделали. Ну, мы все на компьютерах. Кстати, самая настоящая сортап-команда здесь собралась в полной комплексии. Customer Development и Product Development. Есть такое. Главное, девушка, ты же лидер команды? Да. Да. А вообще... Нет. Ладно. Больше нет вопросов? Нет. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Осталось три проекта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, давайте, для попросить микрофон. Вам... Не вам же нужен? Нет, нет. Три минуты. Добрый день. Меня зовут Даниил. Я представляю компанию «Эритейл». Собственно, чем мы занимаемся? Мы предоставляем ИР решение для... А можно их представить? Можно крутануть? ИР решение для сетевых овлайн ритейл точек, которые позволяют им увеличивать продажи. За счет чего это делается? Это мы повышаем конверсию передней линии. Это продавцы-консультанты. Позволяем тратить магазину меньше времени на обучение нового персонала. Мы также интегрируемся с е-коммерсом, если у магазина есть интернет-магазин. И позволяем персонализировать приложения для каждого приходящего клиента. Собственно, вот кейс. Допустим, магазин нанимает нового продавца. Соответственно, мы позволяем, предоставляем ему возможность купить Google Class с установленным нашим программным обеспечением. Таким образом, он может пойти продавать уже завтра. И плюс у него уже есть забитые лучшие кейсы продаж, которые он знает. Следующий. Собственно, как это все работает? Приходит, допустим, покупатель. Мы знаем о нем то, что есть ли он в системе лояльности. Делал ли он покупки на интернет-магазине. Смотрим, что он покупал. И скрипт на основе этой семантики генерируется, которым можно лучше всего начать диалог. Дальше, можно? Собственно, что мы делаем на Вкатоне? В отсутствии Google Glass и Microsoft Prolis, на которые мы так рассчитывали, мы смогли сделать только мобильное приложение, которое берет видеопатрук, определяет экспорт. Дальше, можно? Соответственно, дальше мы на сервере распознаем с помощью SDK FindFace. Определяем, есть ли этот человек в базе. Там достаточно неплохое определение. И дальше с интеграцией с API Megaplan мы подбираем, какие истории его покупок и создаем первый такой начальный скрипт. Соответственно, конкуренты для ритейла, конечно, есть компании, которые представляют. Наверное, самый известный это Vision Labs. Мы немного про другое. Мы помогаем именно повышать эффективность продавцов, консультантов. И, по сути, нам даже такие серьезные решения по распознаванию лица даже не нужны. Есть еще костыльные решения, которые тоже работают с первой линией. Вот есть красная кнопка. Достаточно долго рассказывать. Будут вопросы, могу рассказать. Кликеры возьмем, просите. А, все, да. Ну, собственно, вот наша команда сейчас. И да, 30 секунд. Все. Микрофон выбирай. Я могу фоном видео запустить. Ну, вот смотрите, соответственно, у нас немного сервера очень долго ответов дает. Но, видите, сейчас появились беговые кроссовки Asics, Boots и Puma. Это он определил человека, который, соответственно, там уже написан первый скрипт, который следует ему задать. Алло-белым цветом, что ли, сделать? Вот, видите, и имя-фамилия определилось. То есть мы поняли, что этот человек есть у нас в базе, мы поняли, что он там что-то у нас покупал, и мы уже знаем, как начать с ним диалог. Вот. Можно из этого что-то родить. Дэн, вот представь, ты заходишь в магазин. Зашел. И тебя встречает не просто продавец-консультант, так, который... А ты... Ну ладно, за ним и с бутылкой вина. Это его идея. Я не знаю, что это за банк. Кто этот человек? А человек, который на тебя не смотрит, а смотрит в очки виртуальной реальности. Не, ладно так, ты заходишь домой, у тебя муж, жена там, муж с другим... Ну подожди, она тебе ничего не продает. Ты никого не видишь? Не-не-не, мы просто пытаемся смоделировать ситуацию, когда у тебя встречает не там незвительный контакт, да, а человек в очках. Ну, да. Как ты на это реагируешь? Вопрос к кому? Вопрос к кому? Тут смысл в чем? Я думаю, что проблема, которую вы пытаетесь решить, очень красиво звучит. Ритейл, VR, директ... Это хайп, как у нас. Да, вот. Все характеризуется словом хайп, и это, типа, очень клево. Об этом все говорят. Этим пользуются, почему бы и нет? Подожди, никто этим не пользуется, в этом смысле. Хакатонщики. Да, хакатонщики все этим пользуются, придумывают кучу таких вот проектов. Правда в том, что такие решения в ритейле не используют. И к этому ритейлеру пришли примерно год назад или полтора, и сейчас для решения вот этой проблемы, которую вы хотите решать таким способом ритейля, она решается совершенно другими инструментами, и никогда, ну нет, не никогда, а она вряд ли будет решаться VR-ом в ближайшее какое-то обозримое количество времени, ну а все остальное это просто история нападет. Ты им как бы шансы не оставила. Я не оставила шансы, потому что они съемятся сейчас уже бессмысленной штукой, которую точно никто не купит. Но выглядит круто, красиво. Случайная покупка может быть, если вы найдете вдруг во главе какой-нибудь сети технологического фаната. Ну, это будет одна. На самом деле, после того, как мы вчера эту идею рассказали, к нам уже даже подошел человек, у которого есть спортивный магазин. В принципе, я сказал о каком-то таком интересе к этой же всей штуке. О другом. Да, мы с ним про деньги говорили. Да, понятное дело. Ну, продавать они, это совсем другие, там, цикл продажи-то такой. Ну, может, это не на российский рынок даже. Мы тут… Да, да. Да, еще вопрос вот на поводу… Да, еще вопрос вот на поводу правовых аспектов бизнеса. Ну, я видел, там используется функционал для познавания лиц. Ну, дело в том, что фактически по лицу можно однозначно идентифицировать человека. То есть, задумывались ли вы о том, что сканирование лица человека является сбором функциональных данных? Как вы это хотите учитывать? Ну, смотрите, если мы сканируем лицо, мы работаем только с теми фотографиями, которые есть у нас в базе. Как они могли туда попасть? Человек пришел, оформил карту лояльности, он там подписал документы о персональных данных, его сфотографили на веб-камеру, например. Либо, регистрируясь на сайте, он тоже там мог зайти через социалки, мог еще там сам закинуть свой профиль фотографии. Вот с такими фотографиями… То есть, смотрим, если у нас фотография не подбирается, то есть, мы инститивировали, нам система выдала ошибки такого нет в профиле, и, соответственно, мы, собственно… На трассу идем. Да, да. То есть, ну, как вся механика… У меня короткая реплика защита. Можно сделать, во-первых, во всех колл-центрах, огромное количество продажей через колл-центр, плюс интеграция с CRM – реально классные вещи. У меня пример тоже самое. Ну, хотя бы шансы, да? Терминал, допустим. Терминал продаж. Терминал, подошел камеру и снял, перевожу, просто. Жест вам, конечно, еще показывать. Предлагай тебе товар просто. Да. Ну, так говоря. Ну, так говоря. Подойди, кстати, потом… Так, еще был вопрос последний, давайте. Да, я, на самом деле, по поводу очков здесь вопрос был. Я, собственно говоря, являюсь представителем того самого ритейл-магазина – это сеть спортивных магазинов «Интерспорт», это мировой лидер по продаже спортивных товаров. В России сеть достаточно маленькая и выкуплена как раз технологическим инвестором гипотной технологией, собственно говоря, компания «Департнерс» и несколькими «Соидвесторами». Мы запускаем уже много технологических решений. Сейчас, в частности, запустили первый онлайн-каталог спортивных магазинов «Мессенджер», который через «Мессенджер» может съезжать покупку и просто смотреть компанию. И по поводу вот этого решения мы его уже готовы запускать. И, опять же-таки, правильно заметили, речь шла без очков. То есть вот всё это было без Google Glass, либо это смартфон, либо это, собственно говоря, монитор продавца-консультанта, у которых они стоят по монитору, проверяют, и у них там в отдельном виджете усвечивается всякая информация. Поэтому я и говорила, что этот кейс решается другими технологическими вещами. Блок, всё равно я верю в вас. Пока что так решается. Окей, ребят, поаплодируем. Никакому, давайте. Молодцы. Всё, осталось чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Кто не хочет что в GarageBand? Когда вы можете в Mac'е создавать музыку, различные там есть инструменты, то на гитаре. В общем, ребята придумали штуку, это сделать только в VR. В виртуальной реальности. Выходим. Добрый вечер. Меня зовут Иван. Я хочу представить вам нашу программу. Она называется Music AI. Это VR-интерфейс для создания музыки простого и непринужденного в виртуальной реальности. Предлагаю посмотреть на несколько слайдов. Что вы думаете это такое сложное и непонятное? А это современные инструменты для создания музыки. Как обычный человек может в этом разобраться? Который просто захотел написать музыку, который любит слушать музыку и захотел написать. Вот мы избавляем вас от этого и мы представляем вам нашу программу. Она простая. У нее интуитивный интерфейс, управление жестами, голосовой ввод. И она позволяет любому человеку, который никогда не работал в профессиональных программах, создавать музыку. Ведь это клиент для приложений, которые созданы для профессионалов. Но он позволяет добиться неплохих результатов даже простых пользователей. Предлагаю посмотреть небольшую презентацию нашего проекта. Это интерфейс фруктов? Нет, это не интерфейс фруктов. Это один в один. У нас, в отличие от этого, с подробностью. Удолженность есть, нужно прочить. Ш-ш-ш-ш, выпускает. Секундочку. Если нужен микрофон, начали разбить 10. Почти как гараж пент. Как вы можете видеть, у нас осуществлен голосовой голос. Пока он находится в таком трудом уровне, как этого хотелось бы видеть. Но мы работаем над этим. Мы хотим сделать в этой программе управление жестами. Что все ноты, которые туда вводит пользователь, можно растягивать, можно изменять простыми и понятными всем интуитивными жестами. Также у нас есть разработка, которую мы хотим внедрить туда. Использовать помимо виртуальной реальности еще один современный и развивающийся стандарт взаимодействия. Это искусственный интеллект. Мы хотим создать нейронную сеть, которая будет давать... Можно презентацию еще раз? У вас время закончилось. Давай быстро так расскажем. Это нейронная сеть будет помогать людям писать музыку. Она будет давать рекомендации по стилю музыкального произведения. Будет давать рекомендации выбора инструментов. То есть, например, если вы хотите написать рок-композицию из всех существующих у вас инструментов, она предложит вам наиболее подходящее. Также будет давать подсказки по музыкальной теории. Людям, которые ничего в этом не понимают, эта нейронная сеть на базе анализа других произведений, других исполнителей, будет подсказывать, как лучше написать мелодию вам. Отлично. Давай перейдем к вопросам, потому что уже все устали, все поняли твой проект. Вы все же поняли? Вопросов нет? Есть? Давайте. Ну, кстати, по граунд-команды тоже по своему вопросу расскажи. А мне очень хочется спросить, в принципе, это хорошая идея, а можно еще вот эту VR убрать? Вы понимаете, VR обеспечивает полное покружение. Остальное, то, что ты рассказал, оно интересно. А вот еще вот это, чтобы в голове не кружилось. Да, и взаимодействие с помощью жестов. И тем более, в отличие от других сложных программ, в которых ты используешь в VR, здесь можно очень легко и просто сделать рабочее пространство. И пользоваться всеми инструментами для создания музыки гораздо легче, чем открывать кучу окон и крутить кучу ручей. Сам про Алис сказал, там не надо много окон. Алис теперь сделает все лучше. Ну да, правильно. Алис комбинирует, а человек может простым жестом все это сделать чуть меньше или чуть больше. Все круто. Зачем брать тот же самый секвенсор, который, в принципе, уже реализован и есть, как есть? Кстати, тогда можно сделать виртуальную реальность в стиху студию. То есть, взял гитару, поиграл на барабанах. Гередж Бэнк, я же говорил, в отличный день. Совершенно верно. И такие программы, они реализованы. Но это скорее просто поиграться. А тут человек может реально написать какую-то мелодию. Реально присвистеть. Реально присвистеть. И из этого получится... Сейчас свистеть, потом играть. Нормально. Мне нравится твой проект. Подумь все-таки по сторонам Гередж Бэнк. Это отличная, мне кажется, может быть история. И по поводу команды расскажи свои. И бэграунд команды. Наша команда. У нас есть два музыканта. У нас есть... Это я и Олесь в синей футболке. У нас есть наш тройной мозг. Тройной мозг, тот самый знаменитый. Это два Тимофея и Егор. У нас есть Артем, наш моделлер. Три человека, которые... Они программисты. А бэграунд? Ну, слушай, ты говоришь, не несет контентные церкви. Ты говоришь, пустые слова. А скажи контентные. Я не хочу руководить. Расскажи, почему именно вы имеете право создать эту историю? Почему именно вы имеете такую возможность? У вас был в команде классный чувак, который 12 лет программировал. И вот он стоит в тройной мозге. Понимаете, у нас собралась команда, в которой есть представители различных профессий. И вместе представители музыкальной индустрии, представители программирования... У тебя лично какой бэграунд? Я музыкант и звукорежиссер. А, вот с этого надо было начинать. Здравствуйте, я звукорежиссер. Я знаю, что такие плохие ноты. И я вам расскажу, как это можно все улучшить на основе искусственного интеллекта. А мои ребята... Привет! Паша, Кирилл, Славик. Мы с вами сделаем настоящий классный продукт. И ваш совместный бэграунд опыта 15 с половиной лет докажет это в течение двух-трех месяцев. Если вы нам дадите полтора миллиона рублей. Технический стенд интересный. Если что? Ну, хотя бы технологический стенд интересный. А то, в районе Москва. Да. Я начала ворваться просто... Ну, в общем, один... Вопрос темно расскажу. Да. Пять минут уже пытая. Спасибо тебе. Классный проект. Я желаю вам дальше двигаться. Никого не слушайте. Микрофон. Спасибо. Моя задача поддержать ребят на сцене. Потому что их в любом случае будут всегда давить вниз. Я такой хороший полицейский в данном случае. Если сидел на твоем месте, я бы тоже сказал, слушай, зачем вы это делаете? Кому это нужно? Мне кажется, где это продать? Но я должен поддерживать ребят на сцене. Я за вас. За вас все. 41 проект. За вас всех. Колька. Всем привет. Я Миша. Я линдеразработчик. И я делаю мультиплейерные игры для IPR. И на это хакатоне я здесь пришел сделать игру, которая позволит одновременно играть. Ну, поставит рекорд по одновременному количеству игроков в моей игре. И, разумеется, с таким заявлением не было бы в пабу показывать какие-то слайды, вместо того, чтобы предложить вам прямо сейчас вместе поиграть. Здесь есть реквизиты, как можно подключиться к игре. И разыграем небольшой реальный кейс. То есть, кстати, большинство из нас реально ребятки. У вас есть какие-то шлемы, очки. И вы часто, наверное, попадаете в реакцию, когда вы в кругу друзей, у которых нет ничего этого. Они этот первый раз видят, и вот вы принесли, и они давай вместе играть по очереди. То есть, двое один играют, а остальные все ждут. Скучно. У меня пришла идея, почему бы всем, тем, кто ждет свою очередь, не поучаствовать в этой игре. И вот реальный кейс. То есть, два игрока у нас рубятся в такой бодрый хардкорный шутер, а все остальные могут со своих обычных телефонов, безусловных приложений просто подключиться и помогать, и мешать им. То есть, там есть вот эти зелененькие, это значит попытка помочь своей команде, а быстрые тапы – это установка ловушек различных. И они пытаются брать друг друга в флаги. И кто же… О, Синей уже ведут. Синей, я вас поздравляю. Спасибо. Первый кейс, самый простой – это вечеринки. А, с телефонов только пока работает. Да. У меня есть опубликованные игры, в сумме более 50 тысяч пользователей. И вот об этом кейсе я узнал от них. Они мне пишут о том, что они делают такие вечеринки, играют вместе, но по очереди. Второй кейс – это уже наш кейс. Мы в этом году провели уже четыре крупных турнира по нашему шутеру, в том числе на Игромире, на Gameplan и так далее. И там был интересный кейс, когда мы, собственно, на сцене. Две команды, четыре игрока вместе играют, а в зале 50-200 человек. И мы подумали, а как из этого сделать реальное шоу? Как с этим конкурировать, с Contra, с Dota и так далее? И, кстати, такую механику может подключить довольно большое количество людей, так, чтобы они не просто смотрели и болели, а прямо заучаствовали и даже зарабатывали себе какие-то призы. А на Хакатоне я, собственно, вот это сделал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас, все здесь, здесь, здесь. Вот здесь напрягу, что ли. А это, что я хотел сказать, тут есть такой фильм «Человек дождя». Знаешь, вот он там ходил по этим штукам. Очень похожая история, мне кажется, вот туда надо тем, кто… Как их называют? Нет, нет, «Человек дождя» фильм, где он, как уже… Аутисты. Аутисты, да, для аутистов игра очень хорошо провели. Я не понял шутки. Честно. Позволить человек дождя. Окей, есть вопросы? Миша. Да? Да, это я, привет. Есть ли у вас планы по усложнению механики и, соответственно, монетизация? Расскажи, как будет происходить. А, да, например, здесь у нас была задача за две минуты, чтобы все поняли, что происходит, и включились. А, например, на турнирах у нас целый день для увеличения людей. Конечно, мы там можем, да, большие, ну, сложные экономические механики, даже поэтапные, да, то есть в какой-то прогрессии. На «Игром мире» мы вообще четыре дня стояли. Есть где развернуться. Поэтому, да, и… Ну, да, есть возможность по механикам всякие донаты и так далее. Ну, отлично, вопросов больше нет. Спасибо. Арт-кол готов? Да. Ребят, ну, вы сейчас знаете магию вот этих вот картин. Как это происходит? Ребят, это предпоследний проект. Всё. Мало говорить и… Мало говорить, больше делать. Делите микрофон. Хочу представить… Микрофон. Наш… Хочу представить нашу команду. Это… Расул – саунд-дизайнер, маушн-дизайнер. Илья – программист. Программирует 7 лет, уже 5 лет опыта на Юнис США. Пока все готовятся, я немножко расскажу о проекте. Проект называется ArtGo. Наверное, уже кто-то провел параллель с PokemonGo, но на самом деле связей не так много. Что же мы делаем? Мы оживляем картины. Вы берете свой iPad или мобильное устройство на Android или на iOS, наводите на картину, и она оживает. Появляется анимация, появляется звуковое сопровождение, и вы получаете совершенно иной экспириенс. То есть, если раньше вы приходите в галерею, вы не знаете, куда податься. Много картин, ну, вроде интересно, но вас это не трогает за душу. То сейчас, когда… То мы предлагаем персональный опыт. Например, ощутить историю любви. Посмотреть здесь картины, эту тематику. Или, если вы звучит, или у вас горе, то мы предложим контент специально для этого. Итак, сейчас я предлагаю вживую жюри попробовать и увидеть это. Вот наше приложение. Кто из жюри хочет поучаствовать и посмотреть, как творится магия? Прошу. Нет, мы всего один день разрабатывали. Вот смотрите. Предлагаю начать с картины и ощущения «Новое начало». Берите iPad. Подходите к картине. Да-да, все верно, смотрите. Мы автоматически определяем картину без всяких QR-кодов. Начинается визуализация. На другую картину. Давайте попробуем теперь посмотреть, что… Да. То есть, ты приходишь в галерею не для того, чтобы просто в кучу картин что-то сделать. А ты приходишь и ты можешь получить конкретное ощущение. И как раз тот момент, и как мы решаем проблему с большим количеством контента, да? Ты захочешь в галерею, а у тебя само приложение весят очень мало. Ты выбираешь, какой тур ты хочешь, то есть, какой сюжет ты хочешь получить. Например, ну, как у нас было, да, там, «Море». И мы прилагаем ряд картин около десяти, плюс сопровождение, стихи, все это в интерактиве. Отлично, молодцы. Вопрос есть? По технической или по-кому? Ну, во-первых, где вы планируете партнериться? Да, монетизация, давайте я сразу скажу. Значит, первый способ монетизации – это работа с частными галереями, то есть, на западе это уже практикуется. Второй способ монетизации – это мы действительно предлагаем хороший контент. У нас прекрасные, прекрасные маушеры. Также мы вот сотрудничаем с ребятами, которые недавно в Москве делали выставку «Живые полотна Сагратора Дали». Там тоже хорошие специалисты по маушен-дизайну и звуку. То есть, контент мы можем продавать очень качественно, а в искусстве это, на самом деле, главное. И контент мы готовы продавать. И я думаю, людям будет интересно покупать контент. А тогда про команду я правильно понимаю, что у вас давняя команда, вы не счастливы? Да, мы вообще занимаемся… Про ваш предыдущий опыт тогда? Вообще, мы занимаемся разработкой игр. В данный момент по поводу iOS-Android, то есть, мобильной игры. Первая наша игра, которую мы выпустили, называется FingerDodge. Она есть на iOS и Android. На Android около двух миллионов установок. Это наш первый опыт был. Сейчас мы около года работали над техническими решениями сильными, которые бы позволили нам в бизнесе, ну, в игровом бизнесе чувствовать себя комфортнее. А не так, что мы шесть месяцев разрабатываем игру, а потом что же делать. Теперь мы можем за два месяца разрабатывать игру. Собственно, следующая наша игра, если интересно, будет называться Neurobit. Она выйдет буквально через месяц-полтора. Так, ребята, Александр, не заплатили. Ладно, ладно, все. Ладно, ребят, ладно. А, и на этот хакатон мы пришли как раз потому, что это… Мы увидели тему, мы увидели тему AeroVR не так, что, блин, вот можно прикольно сделать в виртуальной реальности то, что можно вообще глазами увидеть стул, да? А то, что реально дополняет, развивает те вещи, с которыми мы коммуницируем сейчас. И… Отлично. Молодцы. Мне понравился ваш проект. Я вижу в нем монетизацию. Проходите в зал. Поаплодируем ребятам. Вопросы? Выстили. Вопросы на выставках типа живых полотна вы свой контент уже как-то прокатывали? Да, на живых полотнах была целая выставка. Тот же самый контент, да? Частично. Мы частично сделали здесь, чтобы это было свежее. А частично это, конечно, да, оттуда. Эмбэй мы сотрудничаем плотно очень. Понятно. То есть это вот именно из тех, кто выигрывает, а здесь нет? Мне интересный создатель контента. А, создатель контента – это вот к Расулу, пожалуйста, прощайся. Можно. Спасибо. Дисплей. Вы знакомы? Плей дисплей. Нет, видимо, я сейчас еще подвал. А можете? Да, можете. Пока другой проект выходит, называется «Extase». В нем? Все? Поехали. У вас есть 10 минут. Отлично. Я шучу. Три минуты. Добрый день. Меня зовут Шабалов Григорий и наш проект «Feeling Stereo VR». Реализация стерео-виара под бюджетные очки виртуальной реальности. Итак, вообще, что такое стерео-виар? Вот HTC Vive, в которой эти два дня проигрывала куча народа и все говорили, что это стоящая вещь, а этим будущее. А вот эти очки аналог кардборда – это все-таки не то. То есть здесь ты можешь наклоняться, ходить в игре, и это будет отображаться. Но для реализации этого функционала здесь есть два огромных датчика и плюс на самом, как вообще это все происходит. То есть все действия человека, они воспроизводятся в игре. Как сейчас Google Cardboard. То есть в бюджетных очках мы можем только вращаться и видеть окружающий нас мир. Ну то есть никаких вращений, просто заготовленные действия персонажа. Вот. И каково наше решение? За время какатона мы разработали фреймворк, который позволяет всем разработчикам игр реализовать стерео-виар без дополнительных датчиков. То есть мы используем все датчики, акселерометр, гироскоп, которые у нас находятся в телефоне. То есть это может позволить себе каждый. Итак, мы сейчас продемонстрируем, как это работает. То есть у нас обычные дешевые китайские очки. И мы запускаем там сэмпл игры. Собственно, у нас игра началась и от действий игрока, то есть у нас производится остановка и движение камеры. Для коррекции мы используем акселерометр, гироскоп и камеру телефона, чтобы никуда не врезаться. Собственно, это сможет использовать каждый. То есть здесь фишка в том, что любой разработчик игр, допустим, у меня огромная студия, которая разрабатывает под HTC Vive, сможет добавить экспириенса в свои проекты, реализовав такой функционал. То есть приближение, одоление от объектов. Никаких проводов, так как мы видим, что нужно здесь для реализации серио VR в HTC Vive. Собственно, огромная команда разработчиков, чтобы делать игры под него. Все делается автоматически с помощью подключения фреймворка. Спасибо. Продолжение следует. Что? Еще маленький. Он маленький совсем. Если честно, можно вопрос? Коллеги, если честно, не всем понял суть технологии, потому что с такой полной и той же самым фибровым HTC Vive позволяет использовать экскгенометр для движения. Голову наклоняешь, он двигается, опускаешь, вверх опять перестанет двигаться. Дело в том, что примерно похож на ноги, только если на ноги, То есть тебе приходится делать те движения, которые, в принципе, заложены под то, что ты смотришь на окружающий мир. А здесь мы используем не наклон, а головы. Тут ты делаешь движение телом. То есть ты только начинаешь двигаться телом, а программа уже обрабатывает движение и запускает его. То есть тебе не требуется движение, это не ограничен функционал обзора возможностей виртуальной реальности, а наоборот добавляет его. Он сам увеличивается, можем делать больше действий, больше действий с игровым миром. Больше возможностей для того, чтобы делать что-то очень красивое и очень интересное. А какая харизма у парня, да? Ну смотрите, вот, допустим, этот микрофон. Я могу смотреть на него вот так, а наш фрейборд... А можно микрофон смотреть прям и говорить? Да. Я могу смотреть на него вот так и как бы вращаться, и вижу я его, да? А наш фрейборд позволяет приближаться к нему, и вот он становится ближе к нам. Сейчас один игровой движок не реализует такой функционал. Почему? Вот этот оператор у нас, видишь, он его так реализовал, такой функционал. Ну, не у каждого есть свой оператор. Почему? Ладно, не будешь шутить на тело. Ладно. Ну ладно, смелые ребята хотят победить группу. Молодцы, да. Спасибо большое. И ждем следующего коллегу. Последний коллега с проектом. Называется он... Что-то там здесь... Что? Нейролингви... Давай ты сам расскажешь. У тебя тут почерк, как у врача. Да, есть в этом немного правды. Значит, проект называется нейролингвистика и нейрореабилитация. Суть этого проекта заключается в том, что мы создаем аватар пациента, который будет по обратной биологической связи выполнять определенные действия. И в результате этих действий он будет наблюдать за этими действиями. У него будет улучшаться активность головного мозга. И это будет способствовать нейрореабилитации. Значит, смысл в работе зеркальных нейронов, которые были раскрыты в Жакбе Резалате. Значит, когда пациент или вообще любой человек наблюдает за себе подобным или за самим собой, то активация нужных нейронных сетей достигает пика. Если мы имеем пациента с инсультом или с параличами, который не может сойти со своей койки, он лежит прикованный, но между тем он может своим аватаром при помощи биологической обратной связи управлять и перемещать его там по комнате, чтобы он выполнял какие-то минимальные действия, приготовить еду, сесть на стул, может быть, поиграть с мячом, мы получим должную степень активации и, соответственно, лучшую скорость нейрореабилитации. Непосредственно с нейролингвистикой это связано с тем, что нужен аватар лица человека, который даст возможность пациенту смотреть на свое лицо. То есть человек сделает 3D-модель лица пациента, которая будет говорить правильно, и пациент затем будет подражать своему собственному лицу. И таким образом мы получим более качественную активацию нужных нейронных сетей и более скорейший восстановительный период времени. И этот же проект может выполняться в рамках экспериментирования с нейролингвистикой, когда мы пациентов с разными типами аппазии помещаем в ситуации, где работает их аватар, и они могут описывать те действия, которые выполняет их аватар. Время прошло тебе, брат. Давай перейдем к вопросу. Все все поняли? Сейчас, секунду, секунду буквально. Значит, что важно? Пациенту важно находиться знакомой ему обстановкой. То есть если снять его квартиру, его близких, его предметы обихода и затем поместить всю окружающую среду в 3D-анимации ему в палату, то мы получим качественную нейронную активацию и снимем стресс, направимся и направлено его внимание, и ему будет проще восстанавливать свою речь, потому что все объекты он будет помнить. То есть мы находимся в контексте его содержания. Это чисто персоналифицированная работа. Вот. Все? Да. Молодец. А вопрос был? Что сделано и пропускает команда? И вот здесь? Да, да, да. А я достать, какой вопрос правильно задать. Ну, первоначально, я преподаватель иностранных языков, во-вторых, интересуюсь нейролингвистикой и физиологией межнервной деятельности. Команды у меня нет, я пришел сюда за командой, но вот пока существую в единственном числе. Значит, если кому-то эта идея нравится, то... Как бы вперед. То welcome. Понятно. Спасибо тебе большое. Молодец, аплодируем. Смело, вышел. Сначала я не буду выступать, потом все-таки решился и пришел. Молодец, да, держать? И поэтому, что? Мы еще даем друг команду шанс. Пожалуйста, я не знал. Псюша, да, да, выходи, выходи, выходи. Только я не знаю, как вы называетесь. Как называется, скажите проект? Здравствуйте. Наш проект называется Galaxy Break. Это онлайн-шутер. И я хочу вызвать добровольца для того, чтобы про... Ну, кто захочет протестировать игру. Давайте выходите. Кто хочет протестировать игру? Тому 100 долларов заплатить команду. Ага, вот так вот, да? Какие вы себе реконсильные. Не хотите коллег поддержать? Подевай. А, кстати, минута, три минуты. Пошли. Поехали. Рассказывай, пожалуйста. Ну, это, получается, онлайн-шутер. Ты летаешь. Командная игра. То есть разные карты, мапы. Ты эту сумку положи, а то как процветку тебя выруби. А ты его на пятнаны посадишь. Ай, это же юмор не смешной. Три года. Так же, как и про гейв. Рассказывайте. Несколько разновидностей кораблей. То есть, ну, пять разновидностей есть кораблей. Вот. Получается, две команды. То есть, это онлайн-игра. Желающие поиграть, то есть, есть. Вот. Ну, игра, естественно, еще не доработано. То есть, это... Нет, почему доработано? Смотрите, мне вся эта графика нравится. Такой, знаешь, как призма. Мне кажется, что то, что видит человек в очках, это что смотрели на экрану. Две разные карты. Две разные карты. Две разные карты. Две разные карты. Две разные вещи, да. Они играют. Блин, как ты это делаешь? Откуда ты это знаешь? Штурка нет от очков. Во-первых, а в таком не совпадают его движения и то, что там происходит. Да. То есть, они играли сейчас как бы с друг другом. Он просто парнушку смотрит спокойно. Ну, все. Это все? Да. Есть вопросы? Да. Вопросов нет? Такая к следующему проекту. Спасибо, ребята, большое, что приехали. Так, ребята, приехали в Педагогово. Молодцы. Красавчики, приезжайте еще. Так, ребята, как называется этот проект? R-Cash. 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 Как-то генерирует кэш. Ну, врача. Через дополненную реальность. Здесь, послушайте кэш. Вроде есть, но его нет. Ну, да. Как с устойки. А, он как есть. Поехали, ребята. 3 минуты у вас ровно. Добрый вечер. В общем, на этом хакатоне у нашей команде родилось такое инновационное бизнес-решение. Бизнес, как известно, все время занимается поиском новых клиентов, новых механизмов для привлечения клиентов. И существующие уже исчерпали себя. И вот, например, недавно была такая вспышка популярности Pokemon Go. И некоторые бизнесмены, они ставили около своих магазинов в приманилки покемонов. И это создавало очень большие группы людей. Собственно, к ним больше людей заходило в магазин и больше покупало. Поэтому вот мы представляем такое приложение с дополненной реальностью. и геопозиционирование, которое позволит связать бизнес и пользователей. Бизнес, например, будет создавать некоторые задания, вроде как бы разбрасывать монетки у себя около магазина. А пользователи будут приходить и, собственно, собирать эти монетки, проходить некие квесты в дополненной реальности и получать реальные какие-то поощрения ДТП. Как мы видим, люди готовы на многое ради получения выгоды, даже около вида. Для реализации дополненной реальности мы использовали движок Куда. Он позволяет трекать 3D окружение и определять геопозицию, что дает возможность определять непосредственное положение человека точно. и нивелирует возможность подделки этих средней, как Pokemon Code, например. Мы используем технологию блокчейн для легкой интеграции с бизнесом. Блокчейн. Ее прозрачность и открытость позволят привлечь бизнес в нашу платформу. И мы ориентируемся на многих приложения, которые позволят без дорогостоящего оборудования вроде VR очков пользоваться нашим приложением. Кэшбэк-сервис увеличивает поток клиентов, помогает их вознаграждать. Мы через систему умных контрактов и игровой валюты это модифицируем. Тем самым можем сделать так, что пользователь получил какую-то игровую валюту и заложил умный контракт, по которой эта игровая валюта начинает развиваться в игре. И у пользователей появляется дополнительный квест и дополнительная мотивация. Сама технология блокчейна позволяет нам защитить среду и сделать ее прозрачной. И графикация вовлекает пользователя и дает ему возможность погрузиться в определенный сценарий и тем самым обучиться и показать нам свои предпочтения. Тем самым мы следуем за предпочтениями клиента. Это нам дает возможность привлекать покупателей, собирать информацию. Мы анализируем данные, которые нам поставляют клиенты и помогаем, интегрируем мобильную платформу с сервисами. У нас есть приложение, мы покажем, как это работает. У нас есть видео работы приложения. Соответственно, можно его посмотреть. Мы фотографируем маркер в роли бизнеса. Мы фотографируем маркер, загружаем маркер в приложение. Дальше мы загружаем 3D-модель какую-то, которая, ну, это квест, по сути. То есть 3D-модель, 3D-анимация, привязанная к геотегу и к конкретному окружению. Дальше мы видим ее на карте, как пользователь приходит к ней, включает свою камеру. Сейчас будет видно, как мы видим, соответственно, какую-то метку, какой-то квест, это может быть анимация. Ну, тут уже дело конструкторов игр, которых у нас в команде, к сожалению. Можно накладывать различные вещи на реальное окружение и делать из этого бизнес, в общем-то. Для мошенников хорошо. Все, спасибо за внимание. Это конец нашей презентации. У меня буквально один вопрос. Скажите, как вот вы глаза трекаете? То есть вы и остальные алгоритмы разработали или какой-то, если что? А глаза трекаете? Подожди, я просто, я отвечаю за техническую реализацию. Там глаза не трекаются, там трекается лицо. То есть вот лицо нашлось, это позволяет делать движок. Мы нашли лицо, наложили на него прозрачную картинку, полупрозрачную. То есть вот здесь находится цельный образ, цельная фотография. То есть мы не конкретно глаза… А особые точки находятся ли? Нет, мы не находим. У нас вот эту картинку, она уже спозиционирована относительно всей фотки. Мы находим всё лицо, да. Ещё вопрос. Ещё вопрос. Ну у вас прям там всё так много, вам ещё осталось только передаду, упомянуться и какой-нибудь ориентир. Да, всё позорно, да. А в этом поле были как раз. Да, всё было? Мы же обучаем машину и собираем данные. Скажите, а зачем пользователи вот сейчас заморокнут? Потому что с покемонами отыгрались? Пользователь может получать свою выгоду от этого? Нет, зачем ему обязательно? Хорошо, смотри. Сложно получать выгоду. Пользователь как? Он, если получает возврат с покупки, да, то он уже как бы благодарен за то, что мы его дали. Да, для этого есть, скажем так, сервисей много. Если эта скидка начинает расти в цене, то пользователь нам дважды благодарен, потому что мы помогаем ему создать некий инвестиционный инструмент. Наши криптоактивы позволяют это сделать. Мы можем закладывать в монету некий алгоритм и в её развитие в дальнейшем. Тем самым раскрывая пользователю новые квесты. Пользователь может её сохранить как инвестиционный инструмент и не выводить криптоактивы. Это очень сложно. Может быть вы про квесты просто? У вас есть опыт создания квестов? У нас есть опыт создания агроквестов, есть опыт создания квестов. Есть опыт создания кэшбэка самого по себе, да, и мы сейчас это просто объединяем. Отлично. Ребята, вы молодцы. А можем вопрос? У вас вопрос тоже есть? Давайте. Ребята, откуда вы берёте учрительную мощность для эмиссии вашей игровой валюты? Мы сейчас тест-нет делаем на эфире, но у нас есть свой блокчейн, который мы разработали на том хакатоне, он у нас до экстремальных транзакций, он позволяет нам решить те задачи, которые сейчас Ethereum нам не решает. Чей процессор и чьё время вы используете? Мы используем майнеры, которые у нас есть. Они как бы дают нам мощности для того, чтобы мы обучали, во-первых, машину, анализировали данные. То есть мы делаем полезную работу компьютеров, майнеров. То есть это не просто бесполезное сжигание энергии, а это как раз полезно для того, чтобы нам в маркетинге разбираться, для того, чтобы мы могли тегонизировать некоторые моменты в нашей игре. Игровая валюта уходит на дальнейшем. А, это дальнейшем, то есть тут надо поробщать, её много просто там. Проект вот, сказали, вот, вот проект. И на этой вот мы заканчиваем питчие проекта. Спасибо, ребята. А сейчас вместе еще и мы пойдем и скажем, кто их не победил. Где-то еще один взяного вынесли. Ребят, кто брал датчеты, подходите ко мне сейчас, возвращайте. И у кого-то я брал переходник. Только с этими, которыми винуем. С инвесторами и прочими, прочими лицами. Спасибо тебе большое. Так, по очереди. Так, Глеб. Глеб, ставься еще раз и расскажи. Глеб, компания Samsung. На самом деле, очень сложно было сделать выбор. Очень много проектов и очень много хороших проектов, оригинальных идей. Вот, поэтому могу сказать, что Хакатул меня не зачаровал. С каждым разом становится все лучше, интереснее и все сложнее. Вот, поэтому хочу, пока вам еще не известны результаты, еще раз пожелать вам всем удачи. Пока не надо, ждем. Ну, действительно, как правильно Тимофей сказал, еще есть над чем работать. И хотел бы добавить, что работайте, пожалуйста, не только над презентационной частью, но и всегда перед тем, как начать какой-то проект, задавайте себе вопрос, зачем этот проект нужен людям. Да, чтобы что. Не только как мы сработаем на нем деньги, но и зачем, как он поможет людям. Спасибо большое. По очереди, да. Хотите представляться и скажи. Евгений Горшков, компания Dell. Ну, я, наверное, хочу сказать спасибо, прежде всего, организаторам за возможность нашей компании поддержать это замечательное мероприятие. Ну, я думаю, что все вы согласитесь, что уровень энтузиазма и вовлеченности команд, он, конечно, впечатляет. И от себя просто добавлю, что хотелось бы, наверное, на будущее больше внимания обращать на проекты, которые имеют бизнес применение, не только на игровую индустрию. Потому что бизнес – это все-таки у нас самая маржинальная область, в отличие от каких-то розничных приложений, там, для массового рынка. И будем надеяться, что увидим вас на следующих похожих мероприятиях. Всем спасибо. Спасибо. И вот коллеги Олегу передавать гидропонт. Олег. Да, привет еще раз. Меня зовут Олег Акулов. Я здесь в ипостасе представителя ФРИ. Что хочется сказать. Действительно, проекты были очень интересные. И соглашусь с предыдущими коллегами. Не все мы смогли оценить. У нас прямо кардинально сейчас мнение, по-моему, похоже, разошлись у жюри. Среди тех, кто проект рассмотрел до того, как начались презентации. И вот, например, среди тех, кто пришел только на конечные презентации. Практически, за редким исключением, вы не смогли себе рассказать. Поэтому это жалко. Учитесь. Это самое интересное. Ваш технологией, которую вы владеете. А вот суметь донести до потенциальных инвесторов, наверняка, же вы уверенность так думаете, донести до них, что вы хотите сделать, это крайне ценно. Ну и, действительно, не забывайте, когда вы начинаете технологию применять, думайте все-таки о том, кто и как это будет делать. А пока у вас не у всех эта идея срабатывает. Отлично. Юля, выходи. Юра Сневнова и Дмитрия. Я тоже всем спасибо хотела сказать. Молодцы. Единственное, я всегда тоже думаю, отвечая себе на вопрос, а зачем? Вот. Если ответа понятного нет, то не нужно. Вот. И из тех советов, которые не звучали, смотрите на шаг вперед. следите за технологиями, которые могут стать альтернативной технологией, заменить ту идею, которую вы сейчас, прямо здесь сейчас развиваете. Если вы хотите заниматься бизнесом, это вот то, что вас объединяет, потому что вы креативите эти стартап-проекты не для того, чтобы себя порадовать, хотя и таких много было. Вот. Себя радовать можно, но на хакатун с такими проектами выходить лучше не нужно. Там и друзьям похвастаться, какая классная идея, вот я здесь придумала. Но никак не перед инвесторами выступать. Вот. Ну и знать свою целевую аудиторию, здесь я, наверное, повторюсь. Знать свою целевую аудиторию, знать для кого, знать рынок, знать конкурентов. К сожалению, не каждый из выступающих об этом вообще, в принципе, мог рассказывать. Спасибо тебе большое. Поаплодируем. По-принецке, Дарья Николаевич. МГУ, Мехмат. Как вам проекты? Ну, я могу сказать, что проекты многие понравились. Причем, как бы, нас больше цепляют проекты, которые не игрушечные, а с такой серьезной целью. Вот. Конечно, многие хорошие проекты не были, как бы, озвучены в должном виде. То есть, проблема с презентацией того, что делается, над этим надо работать. Вот. Ну, в общем и целом, ребята молодцы, потому что такой интенсив. Вот. И результат у многих получился хороший. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы позвать Леонида Елисеева. Он выйдет на сцену. Расскажи, как тебе вообще проекты? Ну, и сам представь себя, кого ты представляешь. Всем привет. Леонид Елисеев. Я представляю сейчас, наверное, как минимум два технопарка. И вообще, в 2017 году у нас в Москве будет очень большая движуха и много нового с технопарками. И, наверное, вам может быть интересно то, что один из технопарков мы сейчас хотим очень сильно сфокусировать на AR-VR. И если здесь есть команды, которые чувствуют ценность в том, что для них сделают отдельную какую-то лабораторию, пространство, куда постоянно будут ходить компании, инвесторы, специалисты по этим технологиям, давайте сейчас просто тест. Поднимите руку, кому было бы интересно, если мы сфокусируем такое пространство в Москве одного. Вот костяк проводишь, смотри, прям в режиме реального времени. Супер, довольно много. Тогда можете со мной пообщаться, и мы вот сейчас думаем активно на эту тематику, и ваши пожелания с удовольствием учтем. Вот. Всего спасибо. Очень много интересных команд, со многими хотел бы пообщаться. Спасибо. Спасибо тебе большое. Аплодисмент. Если бы в Вирус Линкен здесь уже ушел. Вот просто интересно. Похоже, ушел. Кто еще остался из менторов, из экспертов, кого и не упомянули. О! А как раз уже несет приези кино. Что? Я хотела сказать одно. Если вы верите в то, что вы делаете, продолжайте делать непременно, несмотря на то, что понимаешь, что сама себя противоречит, но тем не менее хотелось бы закончить именно на этом, потому что дух хакатона этого требует. Вера — это двигатель. — Денис, я уже на позитиве. — Спасибо большое. Ребята, мы почти готовы. Ты говорил еще слово, нет? Давай выходи. Пару слов. — А мы уже близки, да? — Мы уже близки, да. У нас закончились ментор-эксперты, которые говорят апостные слова, поэтому у тебя есть время сказать. — Три минуты, да? — Три минуты напиши, делай два вопроса. — Друзья, ну, с одной стороны, вы все устали. Я думаю, устали все. Это был сложный такой марафон на два дня. Мы, честно, рассчитывали, что мы закончим во сколько? — В семь. — В семь, уже почти девять. И усталость в ваших глазах, она прямо вот, знаете, так вот, приот напирает волнами на нас. Вот. Я думаю, у вас есть ответный вещь. Значит, что я хочу сказать. Во-первых, вы, безусловно, вам уже сказали, вы большие молодцы. Тем не менее, всем вам есть куда работать, над чем работать, куда двигаться. Для нас с разных сторон, со стороны организаторов, менторов и так далее, есть огромное количество выводов, которые нам нужно еще порефлексировать, думать, что мы будем делать с этим дальше. Один из ключевых, например, выводов для меня, что нам всем, с точки зрения индустрии, например, нужно активнее вкладываться в то, чтобы помочь вам, как участникам и вообще вот всем, кто в эту орбиту вовлекается, сделать еще следующий вот шифт, такой вот сдвиг с точки зрения понимания, что такое VR или Mixed Reality, реалити-обмен, реалити, что с этим можно делать. Потому что многие из вас действительно исходили из позиции, что вот мы сейчас в VR принесем то, что нам уже известно, а самый большой челлендж – это придумать что-то новое, что не было известного или передумать, как взаимодействие или визуализация, вот все, что угодно, как оно должно выглядеть в новом вот этом мире или в новом интерфейсе. Тем не менее, было много интересных, хороших проектов. Я думаю, практически с каждым из вас можно думать, куда его дальше поворачивать или ваши наработки, технологии, куда двигать. Со своей стороны, пока организаторы думают, я сделаю почти рекламную паузу. Значит, мы со стороны Microsoft, мне дали право распоряжаться некоторыми вещами. Значит, я сначала думал, что, наверное, мы всем должны раздать Беспарки, я на метапе, и в начале хакатона это объявлял, но я подумал, что на самом деле нужно делать следующее упражнение. Для тех из вас, кто доживет до конца недели как команда, значит, если вы поймете, что вы готовы развивать свой проект дальше, мы вас с радостью встретим в программе Беспарк, где мы вам дадим поддержку с точки зрения ресурсов, облачных инструментов разработки, поддержки старшей стороны менторскими проектами и так далее. Поэтому, если вы чувствуете в себе, что вы готовы развивать свой проект как стартап дальше, до конца недели просто напишите Кате Филатовой, одному из организаторов хакатона, мы через нее передадим вам сертификат на вступление в программу Беспарк, и будем рады продолжить с вами там общение. Но важно, чтобы вы дожили, а не просто так разошлись после хакатона с призами или без, и на этом все закончилось. Денис? Спасибо, по всему времени, молодец. Простите, у нас свой тут хакатон и дело, который ждут. У нас было пять номинаций, значит, лучшая игра, лучшее бизнес-решение, лучшее инновационное решение, лучшее пресса, то есть пресса выбирает проект пресса, и лучший проект, по мнению Абраха Катон, всех наших жюри уважаемых. Поэтому на каждое решение будем приглашать, значит, гостя, который будет объявлять этот приз. Сейчас я приглашаю на сцену Андрея Ивашенцева, это гейминсайд, евангелист, который вручит приз за лучшую игру. Честно, я признаюсь, что я первый, я очень хочу домой, многие из вас тоже хотят домой. Мы отпустим одну команду, которая заняла первое место и заняла его заслуженно, хотя бы и была сильная и интересная конкуренция. Проект этот, если я правильно помню, как он честно называется, и вспомогай мне, мне нужна твоя подсказка. Все придумывали специальные названия камбан, которые воспроизвести по памяти тяжело. Это у нас... Проект у нас... Кстати, там же есть листочек. Там есть листочек, но мы можем подписываться. На, выходите, а вольянные солдатики. Англ Сэн! Позитивный представитель, что это такое фололенс? Но нет. Но нет. Это механика точно ложится не только на фололенс. Так, а фотографии у нас кто-то будет делать? Батарейка села. У кого не села батарейка, и у него есть фотоаппарат, пожалуйста, сделайте фотографию. Кто-нибудь с фотоаппаратом. В зале куча фотоаппаратов, мы стоим перед фотоаппаратом. Да. У парня камера мало, да? Не говори, да. Нет, ну камера, да, окей, это круто, но надо, чтобы сделать фотографию. Можете все пануться с нами, прямо на сцене, хоть мы и в реалтайме фейсбук транслируем. И Катя, выходи на сцену тоже, чтобы... Господи, как сложно. Катя, выходи. А в зале есть фотографии? В зале есть фотографии? Да, можно. Человеку плохо. Все. Итак, ребята, фотографируем. Нет, ну у кого руки длинны, надо сфотографировать. Вот так, вот это ваши тоже. Ура! Фото, фото, фото. Все вместе. Сделали? Отлично. Так, для включения номинации лучше... Паруков не дашь, ребятам, сказать. А, кстати, да, пару слов. Безуслава. Передаем. Перефаткаться? Да. Давай еще раз. Мне кажется, оператор мешает. Чуть-чуть. Оператор создает антураж. В общем, всем спасибо. Это была хорошая поддержка от участников, от организаторов. Все так подходили, интересовались, холоденцы. Но, в самом деле, много отвлекали. О, у вас холоденцы? Дай-ка посмотрите. И мы такие уже. Бедный наш программист сидит замыленный. Ночь не спал, программировал эту демвку. Было очень круто. Это мой первый хакатон. И я не ожидал, что так все получится. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Лучшее бизнес решение. Я хочу позвать из Мумы Тимофея. Тимофей. Вот коллега просто не посмотрел, как называется стартап, который выиграл. Я вот последую его примером. Немного потяну время. А все, все, ты уже включаешь. Подожди, подожди секундочку. Да, я хочу сказать пару слов, чтобы меня услышал этот стартап, потому что, на самом деле, он может намного лучше и намного больше. И ожидания от рынка, по крайней мере, от медицинского, касательно возможности развития вот этой технологии в медицинском рынке, гораздо больше, нежели вот на настоящий момент времени стартапом достигнута, несмотря на то, что. А вот сейчас подсказки, кто это. Уже не первый раз на хакатонах, на различных, в частности, вот у Дениса, этот стартап получает визы. Вот, поэтому Уфо Трекер ждем сюда. Вот, и ждем не только, и ждем не только здесь, а ждем в следующем году с новыми достижениями, с более серьезными достижениями, которыми вы сами, девушки, вы сами гордились бы настолько, только что. Надо достать оттуда эту штуку и сфотографировать с ней. Оля, молодец. Спасибо. Поздравляю. Ну и пару слов ребятам обождать, чтобы они сказали. Я хотела бы сказать вам огромное спасибо и организациям, и жюри. И мы действительно будем стараться и двигаться, сохраняя такую динамику, чтобы через год нам было, чем гордиться. Не только игрой на контрабасе и более интересными вещами, но и тем, что мы помогли многим и многим людям. Благодарю вас за признание. Спасибо огромное. Ну, я еще хочу сказать, что я приглашаю вас тоже на общение, потому что то, что вы делаете, должно происходить в очень плотной взаимосвязи с теми потребителями, я сейчас про B2B сектор, которые вам, вот, рука об руку должны с вами идти. Поэтому приглашаю вас на общение. к нам, в компанию. А куда именно? Индитр. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Ну, я зовут Тимофей Вахади. Лучшие бизнес-решения от Мумы. Всего добрый день. На самые жаркие споры были по поводу того, кто же будет лучшим бизнес-решением. Правда. Долго-долго-долго спорили. В итоге выбрали команду Аткоу. Вуу! Аткоу. Аткоу. Лучшее бизнес-решение. Да. В этом пакете, помимо замечательных призов и сертификата, есть еще голден тегит от Номы. Он, кстати, есть и у лучшего инновационного решения. За всеми вопросами, что это такое, можно подходить ко мне. но вообще это колявный колявный каворкинг. Здесь еще можно умереть при помощи и прочее, прочее, прочее. Катя, где Катя, выходи. Поздравляю. Спасибо. Так, достаньте, пожалуйста, тридцепет, и сфотографируемся. В общем, вот это вам. И эти желтики тоже доставайте. Кстати, да. Если есть, так сказать, последнее слово, при теме уходите в большую жизнь, можете тоже сказать. Спасибо. Коротко. Спасибо. Отлично. Спасибо большое. Теперь я хочу, кстати, мы не выбрали, кто будет у нас выручать прессу. Прессу. А есть кто-то из пресса? Руку поднимите. Давайте. Как раз вы объявите тоже первое место. А можно призвать? Приз в студию. Что это такое? Сейчас вот, сейчас сертификат. Лучшее решение... Пару слов, прежде чем пресса вручить. Просто процедурный такой вопрос, что должна вручать пресса. Но просто хочу добавить сразу, что ну, конечно, каждый проект будет получать отдельное внимание прессы, и вот этот продукт отдельное внимание получит, потому что это, конечно, выбор СМИ. поэтому поздравляем и гадают. Выбор СМИ. Да, коллеги, прежде чем вручить, безусловно, всем большое спасибо. Я думаю, что через Катю можно будет нас найти. Я здесь представляю издание Live, конкретно раздел технологий. И нам интересно... всегда рады рассказать о интересных разработках, тем более о ваших. Всегда, пожалуйста. Никто победил? Ну, мне придется еще раз вызвать девочек сюда. Оля, По трекер. Кстати, круче, давай, Тимофей, желтый пуканчик для Оля. И все уже, все уже. Все уже, да? Все уже, да? Все уже, да? Пока девочки идут, обязательно надеюсь, что про Олю и ее историю мы отдельно с ними расскажем. Держи, поем. Катя, выходи. Подождите, может, они отдельно хотят? Все, есть. Спасибо, молодцы. Будешь что-то говорить еще? Я вижу эти скакатоны менее чем с двумя призами, для меня уже плохой тон. Кто-ли еще будет? Надеюсь, не прощаемся. спасибо большое. Спасибо, Лайф, вы красавчики. Но мы стараемся. Приходите к нам постоянно. И сейчас будет приз от DevGam. Вот представитель DevGam есть? Йоу, два микрофона. Давайте второй начнем. Всем привет. Мы будем немногословны. Со своей стороны мы представляем конференцию DevGam, конференцию, посвященную разработке игр. И мы присмотрелись к игровым проектам и выбрали два, которые поедут к нам на Московскую конференцию, которая будет проходить в мае. И теперь проект «Сталин». Первый проект это «Time Shift Vian». Поздравляю. Выходим. Выходите там. Аплодисменты. И второй. У нас секунду. Или у нас отлично. И второй проект это «Ankle Sam». «Ankle Sam». Аморианны салтетики. Тоже второй приз. Молодцы. Давай. Все остальные игровые проекты были очень интересными классами. Если вас интересует конференцию. «Обязательно соревнования». удачи. Сейчас. Подождите хотя бы. Удайте. Это ваш. Я «Обязательно». Спасибо большое вам. Молодцы. 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 Все зажгли. Я достаю. Ну. Окей. И сейчас самая главная номинация «Кто выиграл» уже первое место. Кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто. И расскажет нам Роман Павловский, управляющий фондом Otherkind Games. Тянем время. А просто говори Гору, ты все. Да, Значит, ну. Очень прикольный удар. Я немножко так лирического наступления. Ну, хочу огромную благодарность выразить от лица организаторов мероприятия за то, что вы пришли, потому что это один из крупнейших хакатонов посвященных фиртуальной реальности, который был. Он действительно стал всероссийским, потому что у нас были команды из Якутии, были команды из других городов. И это просто огромное количество людей, которые принимали в этом участие. Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы не покинули свои рабочие места и доделали свои проекты. И мы постараемся в следующий хакатон сделать его еще лучше. И спасибо инвесторам, которые пришли и высказали, так сказать, уважение участников хакатона. И приз получает, конечно, команда из Ростова, которая мы забыли, как он называется. Парень из Ростова. Красавчик. Ростов? Ростов. Первый вестер. Supremum Studio. Вы молодцы, вы взяли первое место. А знаете, почему? Потому что вы единственный, кто от нуля до... Давайте я вам скажу. Во-первых, ребята сделали какой-то фантастический труд совершенно за два дня. Подняли практически рабочую демку, которую в течение месяца можно допилить и выкладывать в стол. Мы, конечно, готовы с вами работать, по этому вопросу. Будем, собственно, вместе допиливать и выкладывать в стол и помогать вам зарабатывать денег. И, кроме того, ребята молодцы, выступили феерично и, в принципе, себя продали на этом мероприятии. Поздравляем. Всем спасибо. Для нас это первое мероприятие. И вот на других акатонах в регионах нет такого понятия, как менторы. Это большое спасибо за то, что те люди к нам подходили. Вы дали очень большое количество информации. Мы сейчас приедем к себе, будем очень долго обдумывать. И вообще все очень круто, ребята. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу очень сильно ответить про команду. Пока мы ехали на площадку со всем оборудованием и собирались только-только расставлять стулья в этом зале, ребята написали мне о том, что они уже приехали и ждут здесь на площадке. Они настолько хотели победить, мне кажется, и стремились к этому, что я очень рада, что это случилось. Молодцы, ребята, молодцы. Поздравляем. Поздравляем. Лучший проект. И теперь, ребята, те, кто не выиграли, вы сейчас выиграете, у нас еще есть призы, поэтому не уходите. Приз, поездка в Майами. Нет такого приза. Хорошо. Все ведутся. Мы однажды поустроим. Подальше сертификата на образование от портала ITVDF получает компания InfoBooster. InfoBooster. Вы не нужно подучиться чуть-чуть, и потом вы выиграете все, что хотите. Поздравляем. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Все классно сработали, все молодцы. Надеемся, что будет продолжение, где мы покажем еще более крутые проекты. Ну, а наш проект просто тупо заработает много денег, и будет очень дорогой компания. Всем спасибо. И я вам верю. Спасибо. Проект VR-оборона получает сертификат от компании Global Innovation Lab и сертификат на обучение от компании Diplonic. Ой, обучение на Diplonic. VR-оборона. Оборона. А не успею сейчас страну. Моя оборона. Моя, может быть? Моя? Моя оборона. Моя оборона. Моя оборона. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо всем большое. Это был просто великолепный хакатон. До этого мы были только на Global Game Jam. И здесь абсолютно другая атмосфера. Здесь абсолютно гораздо больше людей. и все люди куда более квалифицированы, назовем это так. Спасибо всем большое. Было очень весело. Спасибо. Прием, пожалуйста. Спасибо. Отлично. Все, спасибо. Спасибо. Приходите еще. Так. Хотел поздравить команду GECO. GECO. У-у-у! Всем большое спасибо за этот хакатон. Было очень круто, очень весело, очень необычно. Все. Извините, очень хочется спать, поэтому вот так. Молодцы. Молодец. Да, спасибо всем большое. Особенно спасибо организаторам, потому что это очень действительно важно и важно для всех нас, потому что это нас объединяет в единое. Вот. Я надеюсь, что мы будем продолжать работать над этим и не будем останавливаться. Благодаря таким пчелкам, как Кате, точно, это очень важно. Продолжай, Кате, то же самое делать. Я в себя невероятно верю. Да. А, я в смысле про организатор рассказал, а я как раз это обомнил. Так, кто следующий? Следующая компания Logic Editor. Поздравляем, ребята. Тоже интересное. Спасибо. Очень хочется спать. Всем хочется спать. Ничего, давайте, давайте. Второе дыхание. Также спасибо всем организаторам. Очень большое спасибо менторам. Собственно, наверное, большую часть нашего проекта сделали именно менторы. Они подсказали лучшее направление для нашего проекта изначально. Мы сразу старались ему следовать. Не все получилось, но есть чему трениться. Еще получится. Точно, сто процентов. Спасибо. Следующие. Следующая компания VR Strimmer. VR Strimmer. VR Strimmer. Вы здесь? О, бегут, бегут. Молодцы, да, я понял. Поздравляем. Спасибо за участие. Спасибо большое. Мы тоже очень рады. Мы, кажется, у нас вполне получилась какая-то некая игра для Вайма. И, в общем, мы надеемся ее подразвить. И все-таки тема киберспорта должна, мне кажется, выстрелить. Спасибо большое. Выстрелить. Спасибо. Спасибо. Ну и Варвара Лиа. Варвара. Спасибо. Ребята, молодцы. Развивайте свою студию продакшн. Сейчас это не будет много. Вы же руки не держите. Я хочу поблагодарить вот этого человека. Он, единственное, не уходил с площадки со вчерашнего утра или когда это вообще что было. Игорь, спасибо тебе большое. Если бы не твои глаза, руки и коды ночные, у нас будет точно чуть-чуть. А так, спасибо всем большое. Отличная площадка, отличные ребята. Вообще, такое было легкое ощущение. То есть, конечно, это не просто делать все это, но очень вот это 48 часов. Это просто чего он покажет, он еще наверное, здесь туда к вам интегрирует ваше решение и будет вообще глютяк. Спасибо большое. Потенциал очень большой. Окей, спасибо. Ну и следующее. «Голодные игры». «Голодные игры». Миша, так совпало и на самом деле не специально, но мы тебе дарим книжку, как поколение геймеров навсегда меняет бизнес среду. Спасибо большое. Спасибо большое. За мной книжку читал, будет повод. Спасибо большое. Следующий проект. Компания «Экстаз». «Экстаз». Они вам предпоследие выступают. Спасибо. Спасибо, ребята, что вы выдержали такое испытание. Вы обязательно выиграете. Компания «Опартнерстор». «Опартнерстор». Уставшие. Спасибо всем большое. Особенно организаторам. У нас, к сожалению, с большой элойной командой осталось несколько человек. Но было очень прикольно. Это наш второй «Катон». И он, мне кажется, по уровню намного лучше. Спасибо большое. Ребят, а теперь одна просьба к вам. Я, конечно, хотелось помучать всей любитой темой челлендж «Маникен», но я решил не делать, пусть все уже устали. Поэтому давайте сделаем коллективное фото. И я буду благодарственные песни. Благодарственные песни. Это отдельно мы сделаем, да, все время сами строим. У нас есть благодарственные фиксы. А! Давайте мы прям сейчас. Выходите. Все, я вызываю. у нас есть призы от Московского университета. Приглашаем командовать в супремом студию. Супремом студии. Это мы удачно доехали. Вам вручаем сертификат на обучение по базовой программе основы технологии виртуальной реальности. Я понимаю, что вы не в Москве. Приедете, приедете, да, ради вас можно будет организовать интенсив. Я вас поздравляю. Спасибо. Также приглашается команда Дебош Виар. А также мы вручаем сертификат на обучение по базовой программе по основам технологии виртуальной реальности. Скажите, пожалуйста. Спасибо всем. Это был действительно уникальный экспириенс. это лично мой первый хакатон. Не считая это тот, который мы в своей внутренней компании проводили. Так что это очень здорово. Всем огромное спасибо. Молодцы. Так, и следующий. Все, выходите на место. Команда Экстаз. Экстаз. Мы обручаем сертификат на обучение по базовой программе. Мы расскажем, как обрабатывать данные гироскопов и акселерометров не только в телефоне. Класс. Спасибо. И учительный еще. Нет, и теперь есть два супер-приза. Значит, это сертификат на обучение по продвинутым программам, по основам технологий виртуальной реальности. Это команда Голодные игры. Голодные игры! «Давай-давай, живей-живей, плетье дыхание». Четвертый, ребят, сейчас закончим, будем веселиться. Кто будет веселиться, кто нет. и команда «Лесные пожары». «Лесные пожары». «Лесные пожары». «Лесные пожары». Не забывайте экспириенс. Это просто прекрасно. Спасибо. И молодец. Молодец. И теперь переходим к заключительной части. Перейдем, я хочу дать слово Екатерине Залатовой, организатором этого мероприятия. Спасибо большое. Я хотела рассказать о том, что параллельно с нами в Якутии выходил Катон. Ребята начали вместе с нами и за 24 часа они сделали три проекта. Менторы, участники получат видео этих проектов. Мы не стали их вводить на большой экран, так как у нас наши презентации длились очень долго и решили, что уже пора заканчивать. Но об их проектах мы обязательно всем расскажем и отправим их на оценку всем нашим участникам. Это круто. Это было бы тогда уже 35 проектов. 45. А, 45? Нет, 41 был проект, сегодня было бы 35, поэтому мы сохранение ваших нервов и сегодня подальше узнаете. Ребят, спасибо большое. Очень не ожидалось, что придет так много участников. Очень не ожидалось, что будут такие классные проекты. Настолько яркие личности приезжают сюда. Творите, добивайте своих результатов и я думаю, что все сможете. Теперь я хочу сделать коррективное фото вместо не кончай. Давайте сейчас буду называть просто проект и выходить на сцену и сделаем коррективное фото. Дадим сертификаты. Будет учесть? мы. Music AI. А. Редео. Бинтин. Эзистор. Аристос. 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 Проект Вера. Проект Вы кто? Помогайте, помогайте. А. А. Проект Вер. А. Эн. Юнит. Да? Арт. Гоу. Арт. Гоу выходим. За участие мы сейчас делаем коллекционные фото и счет дополнительный сертификат. Который участвует в лотерее. VR Джаб. Дебош VR You are the sun Главное произнести его на видео. Симулятор боевого робота Симулятор Боевого робота Supremium Studio Я тоже вам ручек привезу. Окей. Моя оборона Моя оборона Моя оборона Моя оборона Выходим. Team Time Time Shift VR Симулятор Бармон Вот это классный проект Почему мы как-то пропустили. Не пропустили Нормально. Feeling Cherry VR Кстати мы вместе придумали название Да ребята? Так Гекко 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 Я еще Матричный Hill Hill Это пожарный по-моему Да? Нет Понятно Это пожарный Который Другая Реальность Другой Рак На проект Сейчас Соберим Virtual Situation В центре Анкл Сэм Да Мы сейчас Все Анкл Сэм Красавчики Оловянные Солдатели И у меня тут закончилось Все Симулятор Симулятор И все Сэм 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 Ребят Все Кого не позвали Я прошу тоже Выходить Все выходим Теперь Да Это был лучший способ Вас позвать Таким образом Чтобы не толпились Сразу Пожалуйста Члены жюри Если вам не сложно Давайте тоже Где-то Вот так Ставим За ними Что-ли Где-то Вот здесь И все Здесь Сфотографируемся Очень круто Иметь такое Коллективное фото На память Да Можно кстати Убрать Сейчас я Йоу Давайте Руки вверх Ребята Поживей Ваши дети Будут смотреть Гордиться вами Говорят Что вы Самые лучшие На свете Да Фотографируйся Не прекращайте Спасибо вам Что пришли Это очень круто Спасибо Спасибо Большое Спасибо всем Особенно Организаторам Потому что Это ад Все это Организовать Делать Дойти До этого Кази Ты большая Молодец Но я не одна Молодец Я хотела Сказать очень Большое Спасибо Диме Товкой Который Где-то здесь Дима Подними руку Он выполняет 80% Тех задач Которые Стоят При организации И нашему Ведущему Те ведущей Денис Казмины А, кстати Меня зовут Денис Казмины Для этого представится И я основатель базара Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому